Ну что, приветствую тебя. Здарова. Всем привет, привет, привет. Ну что ты? Откуда мы с тобой едем-то? Жилой комплекс «Сокол». Самый лучший комплекс в городе Сочи. Блин, вот знаешь, что мне не устраивает в данном жилом комплексе? Не знаю, цена, наверное, за парковку. Цена за парковку. Потому что я понимаю, что мне нужно два парковочных места, минимум. А в чем проблема-то? Ну это сколько еще? Аренда это минимум двадцатку будет стоить? Правильно? Да. Наверное, на пятнадцать я тебе помогу найти. За пятнадцать два места? Нет, одно. Нет, тебе будет по два места. Я же тебе говорю. Два, это минимум будет тысяч тридцать, наверное. Вот этот выезд в ту сторону у меня напрягает. А вот тут есть специальное зеркало, ты просто не привык к нему. Ты всему же привыкаешь. Сочи узкие. Пешеходы, которые появляются, как Бэтмены. Их не видно. Замечал, да? Да. Реально сложно. И, напомню, это плохое соседство вот с этими домами и вот с теми, где есть гаражи и так далее. И вот этот момент мне вот тоже напрягает. Это соседство. Почему-то прямо оно резко сказывается. Вот это. Я же понимаю, что здесь люди живут, ну, как бы, ну, не совсем такие, которые прям, прям, какие должны быть. Вот если бы здесь еще что-то там сделали, реновацию, да, было бы прикольно. Получается, те, кто не имеет парковку, у нас паркуются где? Здесь, да, где-нибудь находят? Ну, вот, конкретно вот эти все машины, они стоят именно от нашего дома. Это те, кто не купил парковку. Или кто не хочет снимать принципиально, да? Да, кто не хочет снимать принципиально из-за цены. Вот это меня тоже напрягает. Просто, понимаешь, я живу в острове мечты. Ну, у меня, или у вас тоже на территории есть мусорные баки? Нету, нету. Вот у меня есть, но они все чистые. Вот я всегда просыпаюсь, ну, где-то в половине седьмого нас всегда убирают, и я выхожу, у меня всегда все чистенько. Понимаешь? И вы, кажется, что это мелочь, да, вот здесь все равно, ну, мусорные баки, ну, могли бы, да, почистить. Вот эти пластмассовые, я как ни проезжаю, мне кажется, их пластмассовый никогда не убирает. Ну, есть такое ощущение? Их поменяли. Нет, их убирают два раза в сутки, это в шесть утра и в девять утра. Да ладно? Да. Просто количество сейчас людей увеличилось в разы, которые сюда приезжают отдыхающие. Они приезжают, грубо говоря, со своим устам. Кто-то не может дойти, там, грубо говоря, до мусорки. Кинул, попал, не попал, пошел дальше. Про контингент ты правильно сказал? Да, здесь люди как бы разные живут. Ну, если говорить, у нас на территории ЖК, да, меня там все устраивает. Там спокойненько, хорошо. Да, у нас мусорных бачков нету, но они у нас за территорией. Мы здесь не выйдем же, да? Нет, нам разворниться надо. Да, ты понял. Ну, я сейчас выезжаю с другой стороны, где мы первый раз выехали, и в две стороны сразу поворачиваю. Одну, которую еду в сторону острова Мечты, где ты живешь, да, вторую я сразу выскакиваю на улицу Горького. Еще один момент, вот, что меня не устраивает. Это вот, например, у меня вот родители, они, например, вот принципиально предвещаются на автобусе. И вот здесь, блин, с автобуса, как бы, есть небольшой минус. Я думаю, что могли давно уже сделать, здесь, может быть, и на стороне движения, или еще что-нибудь запустить автобус. Ну, это же, это же центр, правильно? Это же, это, ну, реально, как бы, здесь такое место, где просится, да, чтобы автобус был. Согласен, что? Не совсем. Говори. Ну, вот смотри, например, ну, ты согласен, что это до бизнес-класса? Согласен. А давай разберем, например, на примере коттеджа. Вот есть у человека коттедж. Ну, не каждому же коттеджу автобус подходит, согласись? Да. Поэтому люди должны выбирать. Да, здесь есть этот недостаток, я с этим не спорю. Ну, например, в семье, если здесь по две машины, такое тоже есть. Поэтому здесь, наверное, предназначено для тех людей, у которых есть транспорт. А до остановки здесь действительно вниз, если спуститься, где-то, ну, наверное, минут 7-8 ты попадаешь именно на улицу Горького, где все, все автобусы, которые есть, все проходят. В любой конец города можешь уехать. Но обратно, да, действительно, здесь надо будет подниматься. Ну, вот у меня супруга как бы ездит на машине, ой, на автобусе. У ней я не вижу таких прям проблем каких-то там великих. Да, когда там бывает, может, там непогода, или там сумками с дочкой, когда на странировке идет, пожалуйста, на такси. Такси, согласись, у нас не так дорого стоит. Ну, согласен, согласен. Нет, ну, ладно, давай это уберем. Опять же, я понимаю так, если покупать здесь квартиру, это нужно в любом случае, как минимум, как минимум, да, это нужно брать еще запасно, либо ты за парковку будешь платить, потому что здесь вот, если честно, ну, я бы, например, не решился бы машину здесь оставлять, потому что здесь, ну, есть эти дома в старом фонде, ну, где неблагополучно. Согласен, ну, что СОБА? Согласен. Потому что я общался с одним полицейским, как бы, он сначала был полицейский, сейчас он стал, как всегда по традиции, он стал риэлтором. Насмотрелся на меня. Да, и, в общем, и он рассказал, говорит, сколько у нас здесь рейдов было, закладчики, говорит, вот эти дома, говорит, он, говорит, прямо, говорит, это, я, говорит, ненавижу этот район, говорит, потому что, говорит, постоянно, говорит, в жару, говорит, ты берешь, говорит, с этими экспериментами, сидишь в засаде, как дебил, говорит, И все. Понимаешь? И все. А самое интересное, знаешь, что закладчики говорят? Пацаны, 14 лет, которых и привлечь нельзя, по большому счету. Вот такой, блин. Еще вот эти моменты меня напрягают. Ну, да ладно. А это зависит не от моментов, а именно от людей? Согласен. Вот он что, посередине встал, правильно? Согласен. От района-то это никак зависит. Вот я часто на этой дороге выезжаю, когда, например, еду в центр. Я сюда, если не в центр или еще куда-то, я поворачиваю направо. Скажи, в каком году ты переехал? Так. Или купил недвижимость. У тебя появилось желание купить недвижимость. Откуда у тебя возникло желание переехать? С какого города ты? Город Кемерово. Ну, не знаю, почему Кемерово. Ну, другие же не знают. Когда появилось желание переехать вот с Кемерово? Вообще, почему? Там же в Кемерово живут же, как у Христа за пазухой. Конечно. Там все, в принципе, есть. Не знаю, там черный дым есть. Черный снег. Черный снег. Хорошая работа, достойная зарплата. Алюминиевая зарплата. Все есть. Недалеко зоны есть, там, где можно перекантоваться от жены отдохнуть. Нет, меня это не интересовало в тот момент. Переехал я из-за того, что вообще жизнь у меня перевернулась, когда у меня родился ребенок. Когда у меня ребенок появился, родился, это было прям солнце в моей жизни. Но есть такие детские болезни, у него были аденоиды. И когда мы обратились к врачу, нам там прописали гормональные капли. В тот момент мы ездили отдыхать два раза в год. И первый раз, когда поехали с ребенком в Турцию, мы заметили, что мы не пользуемся этим лекарством. И она нормально дышит. Не не храпит ночью. То есть мы увидели, что симптомы у ней уходят. Приехав с отдыха, мы обратились к врачу. Она сказала, да, действительно, морской воздух в некоторых случаях помогает. Видно, это ваш случай. И буквально после того, как мы с отдыха приехали, я собрался и первый раз увидел на канале, на ютюбе одного блогера. Мне показалось так, вроде парень неплохой. Я постарался по своим каналам, конечно, узнать, что за человек там туда-сюда. Потому что столько слухов ходит, что в Сочи там все риэлторы грабят, лишь бы им продать. И вот я так познакомился с Коломенцевым Максимом. Слушай, ну знаешь, ты меня не удивил, что меня пробивали, потому что у меня от Кныш, это мой бывший работодатель, мой друган, тоже будет на свадьбе. Хороший парень, не знаю, знаешь что, не знаешь. Мы пересекались мы где-нибудь в местенцовку или не пересекались. И он тоже говорит, Макс, меня задолбали. Ты что, куда-то на работу устраиваешься? Я говорю, нет. Уже два года работал в элитном Сочи. И пробивали, в том числе, все по всяким разным структурам, спрашивали, какую там рекомендации спрашивали. Понимаешь, всякая эта долбудень была. Ну пробивали меня реально, до сих пор пробивает. Вот как бы так. Слушай, ну вот ты решился. А как ты вот решился выбирать себе микрорайон? Вот как вот ты вот взял и решился, ну, например, купить квартиру? Вот как это все происходило? Ну, первую квартиру, которую я выбрал, это, да, посмотрел в ютубе ролик. Затем приехал сюда, потому что я не тот человек, который, наверное, может удаленно приобрести недвижимость. Я мне надо, я визуал, наверное, ну, пощупать, потрогать там на зуб, грубо говоря. И когда приехал сюда, я в Сочи отдыхал несколько раз. Отдыхал я в Адлере, как бы в центральном Сочи я не был, честно скажу. И когда я приехал сюда, и, наверное, самое грамотное было с моей стороны, что я тебе описал полностью, что я хочу получить. А тебе, конечно, большое спасибо, что ты услышал меня, что я хочу. И, конечно, наверное, это был первый объект, куда ты привез. Я сказал, это мое. И очень, конечно, благодарен был тебе, когда там строился дом «Аристократ». И мы поднялись на 12-й этаж, где у меня была квартира. Я говорю, о, а тут новая стройка, не перекроет ли она мне вид. И тогда грамотно ты мне все сказал, что она будет 8-ми этажная, у меня 12-й этаж, и вид не будет перекрыт. Хотя, как бы, стройка начиналась, и там казалось, что большой дом будет. Ты мне все показал, все объяснил, документы есть, и все. А остальные уже, остальные объекты, которые мы с тобой покупали, у меня вообще уже не возникало никаких вопросов. Я тебе говорил бюджет, я тебе говорил цель, ты грамотно мне предлагал те варианты, которые есть. И мне оставалось только выбрать из этих вариантов. Слушай, а чем ты занимался вот в Кемерово? Я работал в страховой компании, на руководящей должности, как бы, ну, доволен был, у меня все хорошо. У меня квартира была, так скажем, в спальном районе, в престижном районе, в хорошем доме, квартира 110 квадратов. Хорошая работа, машина, ну, все у меня было, как бы, доволен. Но единственное, меня всегда гложила эта экология. Как бы кто ни говорил, я не знаю, сколько нам Бог отмерил, да, вот все-таки хотелось пожить в хорошем городе, в хорошей экологической обстановке. И поэтому, когда только такая мысль промелькнула, ни минуты не задумывался, собрал пожитки, как говорится, приехал, первую квартиру купили, там ремонт сделали. Затем, конечно, свое имущество там все продал и уже постарался сюда, ну, опять, благодаря тебе мы купили квартиру и в Дагамыс парке, и в Кватро для родителей. Они туда не переехали, скажу больше, потому что начался вопрос там, например, одной маме одно, другой другой. И я купил две квартиры в Босфоре на тринадцатом и четырнадцатом этаже с видом на море, полностью их отремонтировал. И вот одна квартира маме, другая теща. Ну, вообще, как с Церлом относишься вот к Дагамысу, вот твое мнение, вот Дагамыс? Я считаю, один из лучших микрорайонов. А не хотелось, чтобы они поближе жили к тебе? Например, у меня тоже, да, я живу в Завокзальном районе. Ну, хотя тяжело назвать его Завокзальным, там, по сути, на границе с центром Сочи тяжело. Ну, давай, назовем Завокзальным. Для меня Завокзальный район, это вот как раз где Прагма, там, где Огни Сочи, для меня это Завокзальное. А Остров Мечты как бы и не поворачивается слово сказать, что там Завокзальный район, правильно? Ну, там как бы вот расстояние-то небольшое. Ладно, ну, то, что расстояние вот такое, как тебе? Или тоже выбирал по бюджету все-таки, чтобы... Нет, 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 дело в том, что когда мы купили первую квартиру, моя мама-то не поехала с нами, а теща сказала, я с вами хоть на край света. И первую квартиру, когда мы купили, мы сразу заехать не могли, потому что квартира сдается в черновой отделке. И я снимал квартиру, теща ее снимала вместе с нами, жила вместе с нами. Тогда еще как бы кровати не было, она там спала на диване. И она, ей что не понравилось в центральном Сочи? Во-первых, это плотность населения. Плотность населения и узкие улочки. Если мы сейчас сравниваем с Догомысом, то здесь улочки гораздо уже, чем в Догомысе. Я с этим согласен. Это первое. Второе. Там ее сильно привлек, это именно рынок выходного дня. Ей сильно понравилась близость банка, где она получает пенсию. Ей понравилась пятерочка, которая находится в соседнем здании. То есть, совокупность вот этой всей инфраструктуры, ее прям сильно подкупило. Когда она зашла первый раз в Босфор, да? А говорит, все, это мое. И ей прям вот сильно понравилась река. Слушай, ну в Босфоре сколько коммунальных платежей? Сколько квадратов и какие коммуналки? А я тебе скажу, я же плачу за коммуналку. 47 квадратов, а сейчас я последним платежем был 2 800. Слушай, ну нормально как бы. Ну нормально, это отлично. А у тебя же была еще квартира вроде в Кватро или нет? А у меня было в Догомыс парке квартира и в Кватро. Мы эти две квартиры продали и купили две квартиры в Босфоре. 47 квадратов, полностью их отремонтировали. Те, которые с двумя окнами, да, идут? Да. И получается ты сделал по спальне выделил и по гостиной, да? По одной спальне, да, сделал? Да, по одной. И все, да? И там получается довольно все нормально получилось. Ну конечно, ты можешь любое время в гости заехать. Ну а в целом им там все нравится, да, обстановка? Все нравится. Помнишь, там одно время долго не включали у них отопление или ты уже застал, когда уже отопление было? Это был переходный период. Нет, когда я купил и закончил ремонт, там уже была управляющая компания, там проблема была с котельной. А с котельной, которая находится на крыше. И когда пришла новая управляющая компания, она все это сделала, а потом с людей маленько стала собирать деньги. Поэтому вот я с этой проблемой не столкнулся. Я слышал о ней, но меня она не коснулась и моих родственников. Но все равно, если брать бюджетные варианты, на что сделал бы акцент? У тебя был и в Дагомыс парке, у тебя было и в Кватро, и вот сейчас в Босфоре. Ты все-таки за что-то проголосовал бы за какой жилой комплекс? Ну, сразу скажу, самый лучший комплекс Дагомыс, по моему мнению, это Аллея Парк. Все, это вот однозначно, даже спорить там с этим, с любым могу поспорить и доказать свою точку зрения. Если брать из перечисленных тобой, то тут только два комплекса могут между собой как бы поспорить. Это Кватро и... Место под солнцем. Нет, место под солнцем мне не очень нравится. И Босфор. Кватро чем выигрывает? Первое, что... Планировка. Планировка. Полтинки там хорошие, да? Отлично, особенно, которые у тебя были тоже. Да, полтинки классные, офигенные. Затем у них есть ГАЗ. Это стремятся коммунальные платежи к абсолютному нулю. Они не ноль будут. Но ты можешь уже управлять. Это из плюсов. Территория, как бы там не было, она хорошая. Да, если там был, мне понравилось. Да, хорошая территория. Вся инфраструктура, которую я перечислял, она тоже есть. Если мы говорим о цене объекта, то он будет дороже. Если мы сравним с Босфорумова, например. Какие минусы я вижу, да? С одной стороны, это плюс, что дом вот только сдался, он новенький, хорошенький. Стройка будет еще года четыре. Не прекращаться ремонт. В Босфоре это уже гораздо меньше. Потому что он сдался четыре года назад, и уже все строительные работы, в большинстве своем, они закончены. Да, есть где-то локальные очаги, но они уже не так. Слушай, а нету паники у твоей мамы, у твоей тещи, что Мосфор прямо находится на берегу реки, что река выйдет из берегов, все смоет к ядрине фене в Жукомайске? Ну вот смотри, мама у меня живет три года, теща живет у меня четыре года. За все это время было два залповых ливня, когда топило именно Догомыс. Но его топило после шоссе, если ты знаешь. Да. А до шоссе там, ну так скажу, где-то примерно 30 градусов, в 30 раз прочность больше. Именно того, что первое русло, где проходит Босфор и чуть выше, оно почищено. И подняты вот именно эти берега, которые проходят в этом комплексе. Поэтому у меня таких проблем нету, я все это вижу. Угу. Все, с этим тоже понятно. В общем, аллея парка, если бы находился где-нибудь без разницы на Пластунке или еще один, ты бы купил. Однозначно. Ну, если честно, я так же рассуждаю, я бы тоже купил. Потому что многие говорят, аллея парк сравнивается раз, два, три, но это несравнимо. Все равно в аллея парк, это все равно реально бизнес-бизнесом, да? Да, ты заезжал туда на территорию? Да, я там был, вот недавно снимал. Это как город в городе, дорожки пешеходные, это направление сюда, полосы размечены. Понимаешь, все для людей сделано. Слушай, да, вот я тебе это сразу говорю. А вот бывает, вот ты вот сейчас же с Ролл, ты как бы работаешь в недвижимости, поэтому мы с собой вернемся. Бывает, что, например, клиент хочет купить себе какую-то дичь, ты ему предлагаешь. Аллея парк бывает на та же цену даже ниже, чем стройка, а они берут стройку. Как ты к этому вообще относишься? Ну, вот смотри, я работаю как бы в недвижимости уже довольно-таки продолжительное время, и я могу себе позволить отказаться от клиента, если он хочет выбрать себе дичь. Ну, я тоже так же отказываюсь. Не все так могут, понимаешь? Ну, голодные стажеры, которые ставят планы, конечно, не могут себе такое позволить. Да, я стараюсь клиенту все объяснить, обязательно привести его на объект, посмотрел, чтобы пощупал, потрогал. А потом, пожалуйста, если ты хочешь это, вот ты что выбрал, с чем мы сравниваем, я привожу ее туда и говорю там, что есть. Я никогда не скрываю ни плюсы, ни минусы каждого объекта. Я считаю, что клиент сам должен принимать решение. А моя задача только ему рассказать о плюсах и минусах любого объекта, из которых мы выбираем. А там уже сам примет решение. Слушай, а как ты решился все-таки пойти работать в недвижимость? Я, конечно, понимаю, что у тебя там был такси, недвижимость вариант, либо пойти в стриптиз-клуб, чтобы потанцевать. Честно говоря. И ты выбрал из трех зол наименее злое? Нет, недвижимостью я занимался еще у себя там на родине, как бы вообще у меня по недвижимости больше 10 лет стаж. Но когда я приехал сюда, я понял, что я вообще ничего не понимаю в недвижимости. Потому что такие, как, например, жилое помещение или эллинги или жилые гаражи для меня вообще были непонятны. Даже название апартаменты для меня тоже не было понятия, потому что я знал, что есть жилое помещение и нежилое помещение. Все, других вариантов нет. А здесь оно более как-то разнообразно, какими-то красивыми обертками, обернуты там апартаменты на берегу Черного моря. Подъезжаешь, это оказывается гараж для лодок эллинг. Поэтому для меня пришлось здесь, наверное, учиться какое-то продолжительное время, чтобы понимать всю эту структуру. А недвижимостью мне нравится заниматься, и я люблю это делать. Потому что у меня у самого есть объекты недвижимости, благодаря тебе, которые я приобрел, я заработал на них. И если, например, ко мне кто-то обращается, я хочу, чтобы мои клиенты тоже зарабатывали. Слушай, а есть у тебя объекты, на которых ты прогорел? Где я получил ноль? Ну, где ты получил ноль или вообще ничего не получил, тебя послали куда-нибудь подальше и все? Нет, у меня есть объекты, где я заработал не столько, сколько я хотел. Такие объекты есть. Не буду называть, но да, они есть у меня. А есть у меня объекты, где я заработал x2, x3. Средняя доходность по моим объектам, я могу сказать, за 2022, составила по всем объектам 35% годовых. Ну, в принципе, то, что мы всегда лично людям обещаем. Получат больше, это будет бонус. Так же, как мы с тобой общались, я обещал тебе 30-35%, правильно? Да, правильно. Будет больше, это просто бонус. Но меньше, я говорю, точно не будет, 100%. И получается, там где-то больше объект продал дороже, где-то какой-то может дешевле. Но так и получается, если в годовом эквиваленте. Просто у меня тоже говорят, вот, Максим, я купил себе квартиру, там, вот вы не правы, купил себе квартиру, там, за 5 миллионов и продал ее за 10 миллионов. Я говорю, понятно, говорю, а как, ну, как быстро? Он говорит, через 30,5 года. А вы говорите, что я говорю, ну, извини, за 30,5 года, это бред, правильно же? Ну, и так и получается, 33% по большому счету, логично же? Да. Ну, я вообще не люблю долгосрочные инвестиции, меня это бесит, меня это трясет. Ну, из долгосрочных инвестиций у меня только, как бы, два. Это Курортный и Атлантис. Ну, как бы, по обоим я уверен, я спокоен, я никуда не тороплюсь. Как бы, в общее тенденции. Атлантис ты не хочешь продавать, да? Нет, конечно. А ты почему Атлантис брал? Я не помню. Ну, сейчас точно X3, да? Нет, это точно. Биллион за 4, что ли? А сейчас такие минимум стоят 12-13, да? Да. Когда площадь? 44, по-моему. О, блин, нет, это минимум 16 сейчас стоит. Минимум 16. Там дешевле-то и нет. 44. 37 можно купить на низких этажах за 13-12,5 и то. Это больше про редкость. Слушай, ну, вот за вокзальный район, что ты про него скажешь? Ты здесь прожил уже минимум полтора года, да? Даже два. Я здесь прожил, да, два с половиной. Два с половиной. Ну, что сказать. Вот проехали. Плюсы и минусы? Альпийский квартал. Угу. Из плюсов, из плюсов, вся инфраструктура здесь есть, которая необходима для жизни. Две школы. Кстати, проезжаем Прагбу, да? Да, больничный городок. Кстати, вот Прагбу проезжаем, ты правильно сказал. По поводу парковок, здесь вроде как минус. Их нету в Прагме вообще. Но если ты сейчас повернешь направо, то ты увидишь вдоль вот этой школы. Вечером освобождается. Вообще хватает и никогда проблем не было с парковкой. Ну, я вот здесь сколько времени прожил. Затем, здесь больничный городок. Да. Я не говорю, что я каждый день хожу в поликлинику, да? Но, тем не менее, когда она рядом, это все-таки, ну, нормально, я считаю. Пешая доступность до центра. Где ты попадаешь на улицу Навадинская, да, и спокойно можешь прогуляться. Перекрестки, магниты, я не знаю, там, пятерочки, все здесь есть. Автобус, который поворачивается на больничный городок, тут четыре маршрута. Видишь, да, я уступил, чтобы пешеходный переход был пустой, чтобы проходили, а это взял и прям встал, прям сюда. Ну, я не понимаю людей некоторых, да? Специально уступили, чтобы люди могли ходить, а он, хоп, встал, прям поперек у нас, чтобы не могли пройти. Ну, вот видишь, там пивкопию, да, пивкопию. У них это счастье. Что там у вас затор образовался? Хотел олипийскую показать? Да, я снимал, когда приехал сюда, у меня первая квартира, которая снимала, она была на Альпийской. Я помню, есть теща, едем на машине по этой узкой дорожке, и теща говорит, как же тут ездит машина. Я говорю, да ты что, здесь автобус сходит? Она не поверила, и навстречу нам едет автобус. Как здесь автобусы? Автобусы здесь профессионалы. Прям чувствуют миллиметр каждый. Хороший район. Наверное, я развернусь. Не хочу это... Я не возражаю. ...проехать, ну, потому что это... И вот ты обрати внимание, да? А ты говоришь, я развернусь, и ты сейчас можешь на Альпийскую еще с другой стороны заехать. Да. Понимаешь? Мы сейчас здесь развернемся. Ну, это просто бред. Один поставил машину, непонятно как. За него никто не может проехать, и вот так уже все вышли. Я думаю, сейчас будет мордобой. А нам уже не нужно такой треш-контент, правильно? Нет. Никому не интересно смотреть мордобой, правильно? А я там буду. Ты же видел, что к народу вышло уже. Вот прагма. Как бы было хорошо, если бы мы сейчас туда зашли. Ты бы посмотрел, как мы... Ну, ты же помнишь, как покупали. А я же снимал, ты сделал... А, ты видел, да, квартиру? Да, да. И согласись, конфетка стала. Да, конечно. Я все по поводу аристократа смотрел, 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 смотрел. Вроде не хочется и колется, понимаешь, как бы хотел и так, и сяк. Ну, думаю, нет, все-таки остров мечты пока остаюсь. Нет, остров мечты он выиграл. Там территория есть, да. Хотя детская площадка есть большая. Да и так там даже просто по острову мечты, пока собаками прогуляешься, офигеешь, правильно же? Да потом разбогатейшь и в Соколе купишь. Не переживай. Нет, я думаю, что-то появится такое. Ну, есть в Соколе моменты, которые меня не совсем устраивают. Какие? Ну-ка, давай. Я теперь хочу себе жилой комплекс, смотрю все-таки, типа, АРД хаоса, типа, для того, чтобы можно было там, чтобы бассейн тоже был. Если, например, вы на какой день, например, вот жена сидит дома, ну, стало скучно. Она пошла с ребенком и тот же самый, например, просто около бассейна. Ну, я так хочу. Вот у меня вот есть такой, тем более сейчас, застройщики ты видел, да? Олеопарк, бассейн сделали. Да, он маленький, да, он чмошный, но он есть. Ты вышел, вот жена вышла с ребенком, да? Не надо никуда идти, посидела там спокойно на этих лежаках. Вот я вот сейчас к этому и ссылаюсь. Ну, почему нет, думаю. Вот поэтому хочу комплекс, чтобы был следующий. Я думаю, сейчас появятся такие, потому что сейчас многие уже, все стройки везде пендюривают бассейн. Правильно? Ну, вот смотри, я сомневаюсь, что этот комплекс будет строиться по ФЗ-214 и будет он квартирником. Вот честно тебе, я сомневаюсь. Если ты мне назовешь за последнее... Олеопард же вырос, квартирник с... Это старой закваски еще был заложен этот проект. Новых проектов таких нету. Ну, назови один. Да нет здесь, конечно. Ну, вот. Ну, хочется чего-то такого. Понимаешь, если хочется менять, прям хочется менять кардинально. Ну, бывает же такое. Хочешь прям кардинально менять. Это же хорошо, когда ты можешь себе такое позволить. Да. Нет, Сокол мне нравится, все хорошо, за исключением там некоторых моментов. Я, знаешь, как бы, может быть, у меня еще есть мышление того же самого нищеброда и так далее. Я как представлю, что, блин, я сейчас коммуналку плачу из себя в Острове Мечты за семьдесят восемь метров, у меня пять пятьсот максимум выходит. Ну, это просто все. Там и в воду льешь, и все, и так далее. А там, например, будет уходить двенадцать. Ну, то же самое, как я живу. Правильно же? Правильно. Есть там определенные моменты. И вот с этим вот тоже вот. То, что открытый двор, мне нравится все. Ну, я как представлю, что за две парковки нужно будет отдать шесть лямов. Я просто даже шесть с половиной, как минимум, правильно, за две парковки? Ну, это ты где-то найдешь тогда себе хорошего друга, если за такие деньги возьмешь. Вообще дороже. Дороже, да? Ну, вот я тебе про то же самое говорю. Снимай. Никто же не говорит, покупай, снимай. Это, ну, как бы на последнее твое возражение отвечу. То, что касается коммуналки. Ну, Максим, это у тебя машина, да? Вот я не буду там мудрость лукава, да? Ну, ТО стоит, я так думаю, всякое разное, чем ты за полгода заплачешь за квартиру. Ну, согласен, да, с тобой согласен. Ты на хобби это отвези. Вот я, например, ну, да, двенадцать тысяч, ну, что. В Прагме сколько я платил? Ну, пять тысяч. В целом, о Прагме как-то осталось впечатление о Прагме на жилом комплексе? Ну, это нормальный эконом-класс, вот что я могу сказать. Если я жил в экономе, ну, я не могу. Ну, тьма была, да? Цена транспорта, когда я покупал. Там на транспортной такие цены были, правильно же? Да. И что мы с вами? Я никогда Прагму не сравнишь, даже с «Остров мечты» и то не сравнишь. Прагма – это был эконом. Да, мы из него постарались что-то сделать, но как он был эконом, так и остался. Угу. В целом комплекс за эти деньги был очень хороший. Я говорю, я тебе безумно благодарен, что ты мне вот именно посоветовал, я сколько прожил, ни разу, ни разу там не усомнился, что я сделал правильный выбор. И не только я, ни супруга моя, ни теща, никто не сказал, что блин, какой мы там взяли нехороший, хотя там пришли, там была же предчастовая отделка так называемая, да? Где постучишь, так и это все шевелилось. Но самое главное – локация мне понравилась. И сумма входа, конечно. Угу. Каждый второй у нас консьерж, он же риэлтор, каждый второй охранник в комплексе, он у нас риэлтор, каждый второй таксист, тоже риэлтор и так далее. Ну что ты вот можешь про это сказать? Ну вот смотри, я учился, приехав сюда где-то полгода, чтобы терминами овладеть, да, я как бы там не было, я после того, как вот учился, я сдал экзамены, вхожу в гильдию риэлторов в Сочи. Вот с этого надо как бы начинать, я так считаю. Затем, вот у меня никогда не было бесплатного сыра, я всегда трудом зарабатывал. Ну, для тебя, наверное, не секрет будет, что есть такое понятие, там, золотая рыбка, да, у кого-то у риэлторов. И обычно у кого-то там золотая рыбка выскакивает в первое время, все, а они потом уже бросают. Это очень тяжелый труд, если ты работаешь честно. Очень тяжелый труд, где, например, после трудовой недели надо там дня три-четыре отдыхать. Потому что, если ты работаешь честно, еще раз говорю, где объекты более честные, более чистые, там всегда небольшая комиссия. Ну, согласен с тобой. И чтобы заработать тебе какие-то большие деньги, ты должен ноги по колено стереть, колеса, резину стереть, проехать на все объекты, показать. Ты же не привезешь один объект, покажешь, правильно? Ты покажешь несколько объектов. При этом ты должен презентовать это все, рассказать. Это очень тяжелый труд, как эмоционально, так и физически. То есть, если ты продавал дома, это вообще, когда ты едешь туда и чуть ли не застреваешь, потому что это стройка, это начало. Люди же хотят купить подешевле, правильно? И ты начинаешь ехать на стройку, это тебе надо машину, ты же на легковой не поедешь, правильно? Эти все затраты ты должен закладывать, закладывать, закладывать. Очень тяжелый труд. Если ты, конечно, да, там, хочешь одну сделку сделать и все, потом месяц отдыхать, наверное, это легкий труд. Если ты это ставишь и себя оппозиционируешь как профессионала, это очень тяжелый труд. И поэтому эмоционально не все выдерживают. Начинают уходить в таксисты, как ты заметил, охранниками или еще кем-то. Слушай, тебя не тянет в Кемерово приехать, там, с друзьями встретиться, отдохнуть, там, еще что-нибудь? Я просто, насколько знаю, ты там особо, говорит, в Кемерово не чистишь, особо много времени не приезжаешь, по большому счету. Я тебе скажу, вот как я переехал сюда, я там был один раз. И был там, чтобы забрать оттуда свою маму и перевезти ее сюда. Все. Все остальные вопросы по продаже квартиры, там, продаже какого-то имущества, поведению бизнеса, все делаю удаленно. Не тянет. Я один раз туда приехал, когда маму забирать, у меня дочка маленькая, 4 года было. Она вышла на трапе из самолета и говорит, папа, ты куда нас привез? Папа, я сюда не хочу, я хочу домой. Да. Представляешь? Есть такое. Ну, слушай, ну, ты, получается, как я, да, ты взял и всех, да, как я, получается. Я и теща купил квартиру, перевез ее, хотя еще-то не женился, и родителей, там, брат, короче, своих не бросаем, сразу всех сюда. Да, и просто нет такой потребности, чтобы теперь можно было ездить в Кемерово, да? Да, если даже и будет, я буду до последнего сопротивляться и стараться как-то это удаленно решить. Ну, Максим, ну, согласись, ты не назови, который есть город лучше Сочи. Назови, это один. Москва для работы. Я бы уже переехал, если бы я такой город знал. Я бы уже переехал. Здесь даже полигонов мусорных нет. Мусор, да, здесь собирается и уводится из Сочи. По поводу безопасности, да, один из самых безопасных городов России. Сколько здесь камер поставлено? Угу. Преступность? Нет. Здесь есть, да, конечно, кого-то ограбили, да, вечером, да, а утром уже поймали. Ну, да, да, есть такое. Вот говорить, например, еще раз о комплексе, да, вот о Соколе скажу. Закрытый двор, да, постоянно дежурит 4 охранника, постоянно. Дворники здесь не приходят только утром. Они постоянно сидят, ты там бычка даже не увидишь на территории, а за это все надо платить. Если ты хочешь комфорт, пожалуйста, плати. Если ты не хочешь, пожалуйста, прагма. Я же не говорю, что прагма плоха, но на том уровне она, на каком она есть. Да, дешевые коммунальные услуги. Два раза то вообще нет. Парковок вообще нет. Ни за какие деньги, просто их нет. Не предусмотрено. Понимаешь, я про какой жилой комплекс думаю? Вообще-таки, если застройщик сможет отстоять Анзор Пруидзе, то Апсинский. Я-то видел, он прям зашел, прям классно его сделали. Ну, вот это не все думали, что там достраивает кто-то там, а это он же сам же все. И у него, я могу сказать, качество гораздо выше, чем у наших друзей, так скажем, которые еще есть. Я вот все-таки присмотрелся бы, вот знаешь-ка, вот все-таки к Туапсинскому. Ты не был там внутри ни разу? Да почему, был. Как тебе в целом Туапсинский? Хороший. В окружении как будто в парке находится, да, такое ощущение? Блин, мне так нравится, прям аж прет, понимаешь? И школа вот там, да, тебе выдвали, и все. Ну, очень круто. Я все-таки надеюсь, что Анзор все-таки сможет, потому что он вышел, да, буквально на полгода. Ты видел, как он додел? Он за эти полгода не сидел просто так, да, взял и додел. Его все-таки пытается этот объект отжать, администрация, себе, именно себе. Но он сопределяется до последнего. Я думаю, надеюсь, что если он все сделает так, как хочет, я думаю, это будет хороший, достойный жилой комплекс. Да, надежда, видишь, умирает последней. Я как-то не готов сейчас верить в надежду, потому что сейчас, видишь, такая политика идет, что ты даже не знаешь, закончится стройка или не закончится. Просто Антеру не будем говорить, да? А есть у тебя, например, продажи, которые там раз и, например, объект подзаморозился? Ну, бывает же такое. Есть у тебя такие варианты или нет? Ну, подзаморозился Атлантис, вот задержка у него, например, происходит. Ну, вот если брать не так вот, да, если там, ну, например, кому-то, может, продавал там, например, там, или все что-то. А, было. И как вот ты реагируешь, как реагируют на это клиенты, и как это все, ну, как это вообще все происходит. Ну, я просто, если кто-то скажет, что не было, я знаю, и у брата, и уже у всех было, потому что ты не можешь предсказать даже за готовый сданный объект. Ты продаешь, например, готовый сданный объект три капитана, а потом выясняется, что, оказывается, два из них, непонятно что. Ты продаешь там, не знаю, там, жилой комплекс Покровский парк с документами, а потом, оказывается, что-то с ним решают, да? Да. Слышал уже про Покровский? Да, да, да. Что-то с ним делают, непонятно что. Хотя ты продаешь на законных основаниях. А что касается стройки, то там еще и больше. Согласен же? Да. Ну, вот как вот реагируешь на это, как клиенты, что и как, ну, просто вот. Ну, вот смотри, я тебе, наверное, большой секрет не расскажу, да? Не ошибается тот, кто не работает, да? Кто работает, он всегда у него когда-нибудь будут ли какие-либо ошибки. Это первое. Второе. Если ты инвестируешь в недвижимость, вообще слово «инвестируешь», это уже риски. Любые риски. И от этого, ну, никак не деться. Вот у меня из последнего, например, да? Мы с клиентом инвестировали в жилой комплекс курортный. Угу. Угу. Он не из-за своей то, что он не построился. А в связи с тем, что надо было через суд землю переводить, менять кадастровые номера, у него задержка ввода, она довольно-таки затянулась. Примерно где-то на год. И мой клиент, он, Олег говорит, вот как быть-то так и так. И он маленько заволновался, так скажем. И так как у меня были деньги, я просто выкупил его квартиру. Вот и все. Вот у меня такое было. Блин, у меня такое тоже было. Ну, понимаешь, когда я выкупил, и когда через полгода там все стало хорошо. И там стал икс два с половиной. Да. И он мне начал пробовать обвинять в мошенничестве. Типа, вот ты что не мог мне сказать? Я подождал бы, ничего страшного. Ждал и еще подождал бы полгода. Я говорю, стоп, ты же сам сказал, что я тебя взял и выкупил. Он, вот, если бы я знал. Я говорю, так я же тебе и говорил, что надо подождать. Как бы, ну, подожди полгода. И все, вот. Я говорю, я могу сказать, что я также и экватор продал. Я продал экватор на предсдаче за месяц. Ну, мне потому что нужно было предложить воду. И, соответственно, мою квартиру, которую в экваторе я в свою очередь, которую я в свою очередь продал, ее потом три раза перепродали в течение полгода. Ты понимаешь, как там все это было? Я продал ее, если не ошибаюсь, за 6-700. Через полтора месяца ее продали за 7-700. Потом ее продали за 9-900. И потом ее продали за 12. Понимаешь? Вот по моей квартире было так. Хотя я мог если месяц подождать, я продал бы на миллион. А если бы подождал еще три месяца, у меня просто было куда переложить, поэтому мне надо было срочно взять обналичие. Максим, я в таких случаях делаю так. Вот ватсап еще никто не отменял, да? И поэтому голосовое, либо письменное. Клиент пишет, Олег, давайте мы продадим за столько-то, за столько-то. Как-то надо зафиксировать договоренности. Я сейчас это стал делать на постоянной основе. Как бы там ни было. Потому что, да, ты правильно сказал. Человек сперва одно сказал, потом сказал, ой, а это значит... Я вам тоже сейчас говорю, чтобы ватсап писали. Вы на ватсап напишите, да. Чтобы у меня это все осталось, да. Чтобы у меня это все в памяти осталось. Потому что по телефону позвонил, ты согласился. И говорю, у меня потом, вот, мошенничество, он говорит, попахит. Я говорю, ты меня, говорю, обвинял в этом жилом комплексе, я у тебя выкупил. Я, ну, я само собой перепродал его быстро и все. Какое бы мошенничество. Ну, такое бывает. Слушай, ну, с этим понятно, да. Ну, ты же у всех выкупить не сможешь все то, что там задерживается. Ну, вот я же тебе говорю, да. Работать честно очень тяжело. Я считаю, что я вот поступаю честно, когда, например, там, выкупаю. И, еще раз говорю, в зависимости от той цели, для чего покупает клиент недвижимость, я и выстраиваю стратегию. Если он покупает для того, чтобы инвестировать и заработать деньги, я ему предлагаю одни варианты. Если он, например, хочет для того, чтобы купить и жить, заехать и сразу, ФЗ-214 на предсдаче. Другого варианта я не вижу на данный момент. Смотри, бывает такое, когда, например, у тебя клиент спрашивает, ты говоришь, надо, например, сейчас скидывать, потому что да-то-то-то. А он говорит, нет, подожду, 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 подожду. А потом раз, когда можно было скинуть все, а потом раз, он выходит, Олег, давай продавать. А чего так долго не продается? Такое бывало у тебя? Бывало. И кто виноват становится в этой ситуации? Еще раз говорю, в WhatsApp я ему отправляю предложение, говорю, я вам сейчас рекомендую продать по такой-то, такой-то цене. Клиент сам принимает решение. И когда он принимает решение, например, не слушать мои рекомендации, извините, зона ответственности перетекает теперь к нему. У меня было тоже так недавно с некоторым объектом «Чайный берег». У меня было два клиента, соответственно, один взял и решил продать, А второй говорит, я подожду, хочу дороже. Ну и все. Ну и что у нас сейчас, где мы там? Вот это, это… Я, кстати, вот по этой дороге, наверное, первый раз в жизни еду, где-то ее нашел. Слушай, ну тебе проще сзади, давай, у нас там пять машин. У нас там уже не сдашь, ты один, а нас пять, да, уже сзади? Вы прям как банда. Это район, который называется «Злая Соболевка». Там бордюрчик. Ну да, вот я вижу, что бордюрчик, просто он мог назад сдать, потому что нас там уже пять машин. Ну вот это, блин, здесь с этими бесполезно. Это, скорее, таксист… А, да, таксист. С таксистами бесполезно, а у них своя этика, да, у них своя культура, с ними тяжело. Да, они же риэлтор. Потому что ему было проще сдать. Я обычно всегда сдаю назад, потому что думаю, ну ладно, думаю, там, ничего страшного. Нет, как бы, не в Орске живу. Это в Орске нельзя сдать назад, потому что потом свой здоровый не будет. Что ж ты, что ж ты фраер сдал назад, да? Сдал назад, да? Вот здесь тоже таксист едет, он видит, что у нас едет целая куча, да, как бы, едет нас уже до хрена. И он все равно, ну блин, такси – это отдельная каста, с ними тяжело. Смотри, Макс, ты к этому отнесись более спокойно. Ну, ты же профессионал. Вот ему он плохо ездит еще, понимаешь? А он неопытный, а ты опытный. Ну, ступи, ты как младший. Ну, я всегда, ты же видишь, я всегда плачу. Ты что, смотри, сколько я взялся на машине. Вот и автобусы здесь ездят на такой узенькой. Да. Это район, который называется Длая-Соблевка. Мы едем. Это, чтобы, почему Дагомыс выбирать, если он Дагомыс снимал, как бы, там, все равно, кто бы что ни говорил, да, кажется, пробка вся большая, но все равно за 30 минут ты всегда доезжаешь. Как ни крути, за 30 минут ты всегда доезжаешь. Здесь, конечно, по идее, должны сделать дорогу со сторонним движением, потому что как здесь передвигаться просто из категории жопа, да? По-другому не назовешь. Не, ну, я же тебе говорил сколько раз, я вот, как бы там ни было, я думаю, что ты родителей любишь, например, не меньше, чем я. Ну, я покупаю там родителям квартиру, я все учу. Я себе так не выбирал квартиру, как им. У меня тоже, я же, говорю, родителям выбрал квартиру лучше, чем себя. И ремонт там лучше, чем у меня. И техника лучше всего. Не, ну, квартиру, если брать от Соколя, это все-таки, наверное, больше была инициатором моя супруга. Потому что, ну, блин, нам, мужикам, все равно по-большому. Да, нам пришел переночеватель все. А вот именно женщинам, да, вот моей, да, супруге, первое, для всего это безопасность, комфорт, это все там, все совпало и как бы мы себе могли позволить на тот момент как бы приобрести. Угу. Ну, все равно, по сути, ты заработал на квартиру в... Ну, что, я не могу уже. Надо ромашку пить. По двойной порции. Ты все равно заработал себе на квартиру, на такую, которую ты хотел все равно, инвестируя правильно в Сочи, правильно? Конечно. Ты здесь, благодаря этому, ты взял и как бы перекладываясь. Так же, как я, родители взял, хорошую квартиру, 95 километров, но начинал там с Моревидова, когда взял, потом перекладывался в дом у озера, потом перекладывался в экватор, потом там еще какой-то добавил, там еще что-нибудь. И благодаря этим всеми манипуляциям в итоге поднабрал. Сразу бы, например, я никогда в жизни не смог бы взять. В Орске трехкомнатная квартира стоила полтора миллиона, здесь на тот момент трехкомнатная квартира стоила восемь с половиной, и которую нужно было сделать. И то, это считалось ниже рынка, а если брать по рынку, то такие аналогичные квартиры начинались от 12-13 миллионов рублей. Потому что в тот момент я себе купил квартиру, получается, за 14 с половиной, и то ниже рынка, потому что в тот момент цены были 17. Правильно ты знаешь, да? Это 2020 год. Ты себе в каком году взял? В 18 или 19. А, еще даже раньше взял, да? Чему я взял? Да, я купил свою, ой, продал свою квартиру 110 квадратов, всю мебелированную, блин, в престижном доме за шесть с половиной. А здесь купил, по-моему, за 6 900 прагма. Ну, нет, а вторую квартиру, которая в Сокол, в Сокол? Нет, ту я перекладывался, я в курортном только покупал, продавал, раз в четыре помнишь, твою долю ты еще начал выкупать. Потом продал, потом опять купил, потом опять продал. Здесь можно зарабатывать на недвижимости, но если ты будешь... И Сокол в каком году взял и почем? В каком году? В каком году? Наверное, в двадцатом. Наверное, в двадцатом я взял, год делал ремонт. Да, в двадцатом году взял, почему точно не помню. Ну, так же получается, как я там, родителям взял в двадцатом году все, это все, еще цены не поднялись, правильно? Нет, они еще так не стартанули, конечно. Нашел себе квартиру, тоже брал ниже рынка, да, нашел? Да. Нашел. Я Сокол хотел взять в двадцатом году, но я квартиру брал за четырнадцать с половиной, а в Соколе самая дешевая квартира, которую мы с тобой смотрели, которая сейчас продается за сорок миллионов, да, если не ошибаюсь, она тогда стоила двадцать два, и за нее никто не скидывал. Ну, двадцать два она стоила, поэтому я не мог тогда... Я хотел ее взять, я знал собственницу, все, она переехала в Арабские Эмираты, там у мужа там бизнес. И на тот момент просто я Сокол не мог потянуть, и то я считал, что это Соколе была на тот момент над этим тяжелым самым дешевым квартир. Двадцатого миллиона она стоила с ремонтом, техниками, мебелью. Ну, вот смотри, я скажу тебе так, я, например, не хотел Сокол брать, потому что я на эти деньги мог купить несколько квартир и крутануться как для бизнеса. Ну, супруга мне правильно задала вопрос, а для чего мы работаем? Ну, появятся у тебя деньги, а какая конечная цель? Угу. Вот я хочу, чтобы мы, например, здесь квартиру приобрели, и я действительно так, когда все взвесили, я понял, что ну блин, можно работать, можно работать, но и для чего. Да, жить-то когда будем? Угу. И поэтому мы его приобрели, а если учитывать со стороны, например, бизнеса, я бы лучше несколько квартир взял и покрутил бы их. Ну да, но есть же, я считаю так, вот я сейчас, вот квартира у тебя есть, все есть, и свободные деньги появляются, ты их крутишь. Конечно. А не как-то там, как у нас там есть некоторые индивидуумы, живут на съемном жилье, ничего не имеют, и иногда можно и прогореть. Можно. Иногда можно и прогореть. Можно. Потому что согласитесь, что самые большие деньги делаются на самых рискованных объектах. Конечно. Самая большая маржинальность только на высокорискованных объектах. Это однозначно. Я же тебе вот говорил, да, о комиссии, например, да, которую мы зарплату получаем, на объектах повышенной надежности, она минимальна. Согласись? Ну да. И тебе надо много сделать продаж, чтобы, ну, получить достойную зарплату, к примеру. Либо ты можешь какой-то нехороший объект продать, и сразу там вопросы закрыть какие-то. Вот я вот выбрал такое, потому что, ну, мне так спокойнее живется. Я могу смело людям в глаза смотреть. Я свой номер телефона больше 20 лет не менял. Ну, у меня тоже основной номер телефона, там, в обед 300 лет ему. Я даже… А есть тот, который раз, чик-чик, позвонил, позвонил, через полгода раз, а у меня новый номер телефона. Ну да, 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 есть такое. Слушай, ну и скажи, как тебе, все-таки ты работаешь в агентстве недвижимости, насколько я знаю, ты поменял три агентства недвижимости. Да. Есть смысл менять тебя? Ради чего меняешь агентство недвижимости? Если менять шило на мыло. Например, первый агентство недвижимости. Чем тебя не устроило, что ты решил уйти в другой агентство недвижимости? Ну, если… Нет, ты можешь отвечать, ты можешь не отвечать, это уже на твоё рассмотрение. Мне скрывать нечего, я тебе так отвечу. Ни с одного агентства я не уходил, например, с негативом. Как в отношении меня не было негатива, так и моего не было негатива. Мы вообще в жизнь приходим, да, если ты хочешь быть действительно профессионалом, ты должен постоянно учиться. Я прихожу в агентство, чтобы что-то получить от агентства. И естественно… Да, если так вот дымить будет. Нет, она меня не устроила, да? Вот. И я отдаю свою часть своей души, так скажем, агентству и от агентства хочу тоже получить какую-то информацию. После того, как я поработал, например, в одном агентстве, там у меня возник вопрос по поводу того, что… Ну, не секрет будет, что мы получаем иногда комиссию наличными. Я в один прекрасный день решил проводить все в чистую и в белую. И я открыл свое агентство, свой счет. И это не понравилось агентство. Они сказали, что нет, нам это не интересно и мне не было интересно не платить налоги. Я из этого ушел. У меня основная причина была. Я хотел в белую работать, мне там еще всякие тренинги и так далее. Впендюрили мне в мысли и все. И получается, если я один начинаю работать в белую, подставляю 150 человек. Да. У тебя примерно то же самое, да, сказали тебе? Да. Это вот первое. Второй момент, когда я ушел с компании, получилось так, что я работал, работал, работал. И в один прекрасный день я решил пойти в отпуск. И это было спонтанно. Это было спонтанно. А я предупредил, что я ухожу в отпуск. Но одному из руководителей, так скажем, подразделения это не совсем понравилось. Могу поспорить, что руководитель подразделения была девочка. Да, да, да. С мужиками все легче договориться, потому что мужики, они, ну, девочки обычно все хотят показать властво над мужиками. Или я ошибся, или там мужик был. Я не в курсе, девочка она или не девочка. Ну, я имею в виду женский пол или мужской? Женский, нет, женский. Все, все. Видишь, я всегда угадываю. Я не знал. И она показала там свое такое, что я начальник. Так как я себе могу позволить выбирать ту компанию, какую я хочу, я спокойно сказал спасибо за то, что вы меня чему-то научили и смело пошел дальше. Не жалеешь? Да. Я о своих действиях в последнее время никогда не жалею. Ага. Потому что, ну, кто-то говорит, например, все, что ни делать, все к лучшему, да. А я уже взрослый человек. Я стараюсь все свои действия сперва думать, а потом делать. В молодости было не так. А сколько тебе лет-то? Пятьдесят. 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 Пятьдесят? Да. Ну, нет. Я прям хочу ребенку, прям осмысленно. У тебя жизнь вся перевернется. Ну, вот представь, когда у меня родился ребенок. Я встал на сноуборд. Никогда до этого не стоял. Когда я родился ребенок. Ты должен нам сказать спасибо, мы тебя с Вячеславом брали к себе в кармане. Да. Спасибо. Конечно, мы там, у нас спартанские условия, но все равно. Правильно же? У нас, алло, спартанец, сошли и поехали. Все. Других вариантов нет. Да, я помню. И тогда я первый раз посмотрел, сколько я за день проехал тридцать семь километров. Я глазам своим не верил. Думаю, как? Как я мог столько проехать? Вот. И это только как бы одно. Я переехал в самый лучший город. Это вот представь все, когда у меня родился ребенок. Угу. Вот это все у меня как бы произошло. Такие моменты. Поэтому я тебе искренне от души желаю, чтобы у вас был ребенок. Чтобы ты переехал нахрен в Москву или вы сюда? Быстрее. Нет. Москва, она для работы там. Ну, понимаешь. Вот когда ребенок родился, ты ему лучше там квартиру купи. Пусть он там живет и учится, например. Хотя, я говорю, мне Сочи, считаю, самый лучший город. Учиться и здесь можно. Ну, у тебя ребенок ходит куда-нибудь? Вот здесь же, говорит, ни секции нет, ничего. Ну, ходит там какой-нибудь кружок там, не знаю, там, очумелые ручки там. Вот смотри. И он сейчас ходит. Вот на данный момент, наверное, хватит пальцев одной руки. Где она была? Была на футболе. Да ладно, на женском футболе? Конечно. Балет, танцы. Ну, наверное, она поменяла штуки три. Сейчас последний куда ходит, это восточные танцы. Вроде пока нравится. Школы ступеньки, потом компьютерные, компьютерная школа. Так балет говорил, да, уже? Угу. Плавает, не плавает? На плавание сейчас пытаемся записаться. На плавание, да. А до этого… Теннис, бадминтон, может быть? Нет, нет, это не ходит. На плавание хотим сейчас записаться, если получится. Потому что там 7 лет берут, вот сейчас подаем заявку, но у них заявки постоянно закрываются, мы через госуслуги хотим. А в школу куда пойдете? В восьмую гимназию. Восьмая, да? Да, все-таки решили туда. По моему мнению, по моему еще раз говорю, одна из лучших школ города Сочи, однозначно. Мне очень понравилось, как там себя ведет директор, который я один раз видел, там одна женщина прямо скандалила у прохода, он так интеллигентно с ней разговаривал, прям очень мне понравилось. Так знаешь, интеллигенда так взял, там, каблуком прижал ее к асфальту и говорит, ну что… Нет, он сказал, женщина, успокойтесь, я вот вам обещаю, я сейчас выезжаю в администрацию, я буду востока-то востока, вы приходите ко мне, охранник пропустите ее, пожалуйста, все, вы придите, мы обговорим и постараемся решить ваш вопрос. Пожалуйста, приходите с деньгами. Нет, нет, я вот туда поступил, я денег никаких не платил. Просто пришел, сказал, берите? Нет, не просто, я подал документы через госуслуги, подал их в день приема документов, подал их в 9.05. ну, так, к слову, да, я был 62-м. Ага. То есть, вот за пять минут 62 прилетели туда, а потом, если туда учесть еще льготников, то мне повезло, так скажем. Ага. Ну, в хорошую школу. Ну, ты все добился бы, да, в своем условии? Даже если бы так не получилось, ты все пришел бы и добил бы, Конечно, конечно. А в детский садик ходил здесь или нет? Да, ходил. Муниципальный? Муниципальный. Муниципальный. А через постель или как там пришлось? Ну, в постель меня уже не берут, 50 лет. Ага. Нет, я был бы помоложе, был 46, наверное, когда в садик нужно было определять. Да, 46 мне где-то было, да, примерно 46. Нет, пошел, заявление в администрацию написал, мне дали неполный день, дали вообще в другом месте, садик был далеко, находился от, где мы проживали, от Прагмана. У тебя, блин, три детских сада вокруг тебя, блин, как такое? А нет, не берут, не было мест. Ага. И дали сперва полдня, и было это где… Смотри, припаркован, да, как прикольно? Да. Французская парковка, что ли? Влупился. Или вылупился? Да. Притерстись к нему. Сидеть. Ну, такси, сам понимаешь. Риэлтор. Где утром? Вот. И потом мы проходили где-то год, и появилась очередь, и нас перевели. Есть моменты, когда я готов платить деньги, да, например, если мы там в ресторане будем отдыхать, вообще как бы не вопрос, да, мы можем то, то себе позволить. А есть моменты, когда я не совсем готов платить деньги. Я считаю, что, например, за школу, я не говорю сейчас о добровольных взносах, да, а именно вот о взятках, я как-то к этому отрицательно отношусь. что за обед? Знаешь, нет? Нет. Ну, вырос он быстро. А этот? Ну, этот же мир. Ну, я просто, посмотрите. А ты, кстати, не знаешь, что там... Уже просто быстро, блин, но там что-то у них не совсем то, что нужно. Мне наш юрист, который я плачу каждый раз, не одобряет. Я говорю, видишь, ты звонишь, у меня на канале не найдешь всякую дичь, потому что, блин, потому что у меня столько контролирующих органов, которые мне сейчас начинают звонить. Поэтому, блин, я большинство здесь объектов не снимаю. Хотя знаю, ну, сам понимаешь, все знают объекты. Ну, даже если ты не знаешь объекты, ты можешь узнать путь, где их найти. Ну, по ним информация уж, правильно? Конечно. Слушай, а твой любимый объект в Сочи? Про Сокол мы молчим, да? Не, ну, если продавать. Ну, ты понимаешь, что в Соколе особо нечего продавать, вот если ты, вот, когда клиент к тебе обращается, вот что-то вот обычного. Есть же объекты, которые, например, у меня все равно любимый объект Атлантис. Из бюджетных мне все равно нравится, из Маловской, дачи, как ни крути. Тоже знаю Артура, все равно он молодец, худо-бедный, да, ему там постоянно колесо вставляют, еще что-нибудь, но он все равно все доводит до ума, все равно он нормально, мне очень нравится. Как Артуру, я считаю, что это один из самых порядочных застройщиков. Ну, например, не знаю, там, ну, вот нравится Гранд Парк мне, ну, бывает же такое, да, Гранд Парк мне прям по душе. Нравится, тот же самый мне Кватор очень нравился, мне нравился Босфор, да, и сейчас, в принципе, я считаю, что если денег нет, там, нечем выеживаться, иди, покупай Босфор и будь тебе счастье. У тебя есть что-нибудь такое, который тебе нравится, жилые комплексы, которые ты бы, в первую очередь, рекомендовал бы своим покупателям? Ну, вот смотри, про Сокол был полчим. А Алея Парк? Я, кстати, там только одну квартиру продал, если честно. Ну, так получилось. Мне Алея Парк нравится, ну, я знаю, что он сейчас недооценен, он еще прибавит. Я тоже знаю, что он прибавит, очень прибавит. Так же, как в свое время был недооценен, этот, посидон, их не журнал, он был, помнишь, в это время там дешевые цены были, когда там и люди еще там ошарахались, потому что, ну, как так, почему дешево, в чем подвох? Я помню, когда последние квартиры основались, помнишь, наверху, которые были разделенные, да, вот они прям реально были дешево? Затем, ты знаешь, вот в последнее время мне понравилась Каравелла. Угу. Каравелла мне понравилась первая, это, ну, доступность к морю, да, и как они там сделали, да, там есть свои недостатки, коммуналка, там большая проходимость, но если мы говорим о сдаче, да, мне вот она нравится, да, зимой она будет сдаваться, наверное, хреново, да, но сам объект мне нравится. Угу. На любителя, я всегда его включаю в свой прокат, людям показываю, понравится, хорошо, не понравится, не могу его не показать, если мы будем ездить по Дагомусу. Я всегда его показываю. Кватро тоже мне нравится. Ну, в Кватро перепродажи или вот этот тринадцатый этаж, сам знаешь. Либо первый, который появился. Да, либо первый, который вот появился. Это то, что касается, например, Дагомыса. Если мы говорим о центральном Сочи, под инвестиции, если, например, клиенту меня задают вопросы, я рекомендую фазотрон от Альпики. Да, рискованный. Да, многим не нравится. Ну, сам приобрел, как бы с Альпикой работаю не первый год. Мне нравится, Табик. Сразу предупреждаю, да, рискованный. Да. Конечно, риски есть определенные. Здесь уже… Ничего не скажу. Тут везде бывают риски и все. Но там, учитывая, что сейчас вроде по акции есть по 270 тысяч, да? Да. Я думаю, что можно. Если честно, у меня были бы сейчас свободные деньги, я бы туда бы… Вот сколько бы свободных денег не было, я бы в фазотронах пил. Вот я тебе клянусь. А что, у меня там есть. Я тебе серьезно. Просто сейчас немножко то одно, то другое, то третье, то четвертое, ну, как бы разошлись немножко деньги и все. Я бы сейчас с большим удовольствием. Даже вот сейчас хочу продать квартиру дочери и купить ей там в фазотроне. Потому что… Ну, как бы за два года, думаю, они в любом случае построят, а она раньше, чем через два года не переедет. Понимаешь? Ну, почему за два года? А они ее в следующем году построят? Ну, все. Ну, я беру прямо максимальные сроки. Ну, я беру просто прямо под себя постраховываю. Я сейчас… Знаешь, когда мне говорит за срочек, я сдамся тогда. Я всегда полгода накидываю, потому что я знаю. Кислород задержался, Сочи парк задержался, все по задержались, правильно? Кватер не задержался. Нет, кватер задержался. Когда я продавал, он должен был на полгода раньше. Ты срок видела в разрешении? Нет, не по разрешению. То, что в договоре у меня было написано. В договоре были другие написаны. Ну, там в договоре можно было полгода и продлевать. Да, да, да. У меня как бы… Нет, кватер в целом хорошо. Я напрекся тогда, когда поднимался на дроне и увидел то 13-й этаж, где нигде не фигурировал. Я тогда очень сильно напрягся. Он технически фигурировал. Да, я тогда очень сильно напрягся, прям нереально сильно напрягся. Я видел, как крыши разбирались, целиком были, потом потихонечку крыши разбирались, появлялась и все. Это сочинский юанс. Появилась кнопочка 13-й этаж, не было же кнопочки 13-й этаж и так далее. Тогда я прям сильно напрягся, говорю как есть. Ну, ничего страшного, молодцы, что сдали, все молодцы. Как бы… У меня просто есть к сербам определенные претензии, к АЛК++. У меня просто, когда чайные холмы у них стартовали, еще на предстарте, у меня там было 20 задатков. Чайные холмы – это какие машины? Ну, вот сейчас, которые строят чайные холмы. Жилой комплекс? Да, жилой комплекс. И забрали задатки, они полгода у людей пролежали, потом они все посчитали, когда цены стали подниматься, и они всем раздали. Я стал плохой для клиентов, в итоге я их ни на что другое не переориентировал, потому что люди обиделись, думали, что это… с ними хотя деньги отдали, и они потом уже по-новому выстроили, уже по другим ценам. Такое было с чайными холмами. Ну, вот смотри, вот себя обичевать, я считаю, не надо. А самое главное, что деньги вернули – это первое. Нет, конечно, вернули. Второе – не ты влияешь вот именно на эту ситуацию, правильно? Ну, все равно всегда… Ты знаешь, как люди рассуждают. Если ты купил и получилось заработать Х2, а тебе Вилтер обещал там 35%, то кто молодец? Я молодец, я красавчик. Да. А если вдруг там объект подзадержался, и ты реализовал не в течение года, а в течение полутора лет, кто плохой? Ну, кто? Риэлтор плохой. Я-то, блин, я-то все знающий, все риэлтор. Просто многие инвесторы относятся к тебе, такое ощущение, как будто он с тобой компаньон, как будто, знаешь, как бы… Тоже такие требования, как бы ты понимаешь, что ты для своих клиентов зарабатываешь деньги, для своих клиентов зарабатываешь хорошие деньги, а они в большинстве случаев не всегда ценят. Мне тоже говорят, а что вот бывает, а если, например, не стрельнет или еще? Я говорю, у меня потому что за 7 лет ни разу не было такого, что, например, человеку обещал 30% доходность, а получилась доходность, например, 100%. И он взял, например, я купил квартиру, например, за 4 миллиона, и я ему говорил, что, например, продадим за 5 с половиной, тогда-тогда-то. А, например, продали, взяли ее и за 10 миллионов продали. У меня ни разу не было такого, что меня там взял клиент и сказал, Макс, ты меня извини, я не могу себя, я себя дискомфортно, потому что не тебя чувствую. Ты обещал мне, что я заработаю полтора, а я заработал 10. Держи тебе миллион. Такого же не было. У тебя был такой практик? Нет. Но зато, если что-то задерживается, это жопа, правильно? Все, ты становишься виноват, и тебе начинает там вытрахивать весь мозг и так далее. Вон, простой комплекс. Я, когда переехал, жилой комплекс Виктория. Мне Виктория нравится большая квартира. Мне тоже нравится. Очень нравится. Однозначно нравится. Короче комплекс. Я его тоже себе рассматривал. И вот был там у одного инвестора 10 квартир. И там был зависший все, его жена пилила, 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 пилила. И помню, они в 2016 году, я уже работал в компании Элитной Сочи, они, получается, я пришел 1 апреля работать в Элитной Сочи. И они, получается, где-то числа 10 апреля берут и по 55 тысяч рублей за квадрат в метр скидывают. 55 тысяч за квадрат. Это был проблемный дом. А в середине мая он сдается. И цена сразу стала 100. А до октября цена стала, знаешь сколько, уже стало 150 еще тогда. 16-й год. 150. И что ты думаешь, что с этим инвестором? Повесился? Да ну. Серьезно, повесился. Ну, представляешь, 10 у него было по 44 метра, которые были самые видовые, которые 44, которые вот прям вот с видом на морской вокзал. он их продал по 55. Через месяц они стали стоить 100. А через еще 4 месяца стали стоить 150. А до этого они были заморожены его на протяжении 5 лет. Это судьба? Да не судьба, это называется, ты немножко поторопился, послушал жену, которая тебя пилила, выпиливала и так далее. Вот смотри, Максим, ты говоришь вот про клиентов, которые там неблагодарны. Ну, мне кажется, здесь еще и в тебе проблема. Вот понимаешь, из всего хорошего, например, да, у нас все равно у людей запоминаются какие-то нехорошие моменты в нашей жизни. И мы о них думаем, а о хороших мы не думаем. Вот я тебе же искренне говорю, что я тебе благодарен, да? Нет, это еда. Что ты мне сделал, вот эти все квартиры купил. Ты мне назови хоть на одной квартире. Я что, не потерял то, что и выставлю купили? Хоть одну. А как вот я тебе могу благодарен быть, а? Ну, в щечку хочешь поцелуй. Нет, нет. Я тебе... Чего говорю? Я говорю, такая политика у всех обычно. Если что-то получается, это ты молодец, а если что-то не получается, это всегда из-за риэлтора. У меня тоже там, например, газ в этом, в Кватро, ну, не провели там, сейчас все решают. Людей запустили, вроде бы сделали как лучше, на год раньше, правильно? Правильно. Газ... У меня там есть клиент, он меня вытрахал просто этим газом. Я говорю, еще полгода есть, вот когда, говорю, там до марта месяца этот, ты можешь мне трахать мозг. Я говорю, то, что застройщик раньше времени, на полтора года раньше сдался, ему надо сказать спасибо огромное. А то, что там взяли, начали там, у меня там тоже есть клиенты, которые говорят, а мне там газ не нужен, говорит, ставьте заглушку. И таких вот качелей там и не могут подключить за это, правильно? Там уже стояками подключается. И пошло-поехало. А я вот с одной стороны, у меня есть клиент, которому нужен газ, он ему приспичил здесь сейчас. А другой у меня, ну, я сказал, Макс, говорит, ну, у меня эти там три квартиры мне нахрен не нужны, говорит. Я их взял, пускай жарки против стоят. Вон, заглушку. А чтобы заглушку надо писать заявление. Он говорит, я не буду писать заявление, говорит, вам нужно. Ну, такой, это же его право, правильно? Ну, чего ему вытрахивать мозг, правильно? У него там, он квартиру оформил на себя, он платит, вот, по сути, получается, каждый раз за обслуживание, просто платит за воздух, правильно же? Тут еще ему геморрой с газом бегает. А нафиг этому ему нужно? И все. И вот тоже по этому бывает. Нет, ну, я считаю, все равно положительных моментов больше. Конечно, больше. Если бы было больше, то бы не было все равно и сделок, не было потока и не было столько там и поддержки и так далее. Я с этим с тобой полностью согласен. Полностью, абсолютно согласен. У меня клиентка приехала, да. Я тогда не сильно знал жилой комплекс с семейным в Лазаревском, да. Ну, как? Я его знал. Ну, ты представь, что такое Лазаревска, как его с Сочи вообще ровнять? Ну, согласись, это разные города. Хотя это один город Сочи. Я Лазаревск продавал семейный по 51 тысяч рублей за каждый метр. У меня клиентка купила в ипотеку за миллион шестьсот пятьдесят. И спустя два года продали, короче, знаешь, сколько? За шесть семьсот. Представляешь себе? И эта ипотека, помню, закрылась, еще пятерка осталась. Представляешь? Вот это круто, да? Нет, моя клиентка, она для себя покупала. Ну, я тебе вот говорю, как она сюда приезжает, она всегда, Олег, как я вам благодарна. Знаешь, как это приятно слышать? Это все равно ты никакими деньгами не измеришь. Согласен. Мне тоже много подходит на улице. Это, да, у меня даже до сих пор там Дима, который продал мелодии леса, он там живет, мы с ним в баню ходим, он говорит, блин, красота, блин. Если бы тогда не решился, хрен бы я сейчас себе купил бы. Потому что цены, конечно, безумно росли. Да, кстати, на твое усмотрение, когда лучше покупать недвижимость, а когда лучше продавать? Ну, просто. Вот я тебе скажу так, если этот вопрос задает клиент, я бы ему прежде всего прям вот кулаком ударил бы и сказал, сперва выбери себе надежного агента. Агент в этом варится, риэлтор там, например, ты, 24 на 7. Ты постоянно вот эти волны все ловишь. Это однозначно. Может ли это сделать клиент? Да, может. Ну, когда отработают лет пять? Конечно, сможет. Когда продавать, это только надо знать конъюнктуру рынка. Если ты будешь продавать по рыночной цене, то у тебя займет это определенное время. Если ты хочешь быстро продать, то нужно продавать ниже рынка. Ты же заметил, даже ты вроде в этой сфере работаешь, да? Там все. А недавно мы с тобой ездили, когда дом смотрели. К кому? Вместе поехали. Потому что ты с домами и знать не знаешь. И большинство в компаниях, они дома не знают. Ну, согласись? Конечно. Все говорят, что дома – это кончное дно. Даже не запорачивайся. Так же? Такая установка уже дается. А мне просто нравится, мне самому нравится. Я просто домами, ну, как бы, все-таки иногда думаю, может быть, меня какой-то дом когда-нибудь зацепит, что я возьму и захочу, понимаешь? И поэтому я вот руку на пульсе держу, и я считаю, что я дома, блин, реально все знаю. Помнишь? А этот дом, я говорю, этот дом находится там-то, там-то, какая-то цена. А этот, я говорю, это там-то находится. Ну, все знаю, я уже их визуально все знаю, все районы, все это. Каждый дом знаю, который есть в базе, которых нет в базе, и так далее. Но ты на дом не решился. Дело не в том, что не решился, понимаешь? Дом – это не квартира. Если, например, ты приобретешь дом, и тебя что-то не устроит, то, по моему мнению, еще раз говорю, я в домах как бы не сильно, мне кажется, его будет потом как бы, ну, тяжелее реализовать, чем квартиру. Это раз. Во-вторых, квартиру ты можешь закрыть на клюшку, да? И поехать там отдыхать. С ней ничего не случится. За домом надо постоянно следить. Это как живой организм. Квартира в этом случае попроще. Если, например, ты уже собираешься на пенсию, и уже там делать нечего, и ты хочешь спокойно там прожить свой остаток жизни, то да, дом – это, наверное, выигрышный будет момент. А если ты все-таки хочешь еще путешествовать там и ездить, нет, я все-таки пока квартиру… Пока я себе дом не подобрал, но этих попыток и не прекращаю. Угу. Потому что, ну, где-то внутри у меня была дача. У меня была дача, и я как бы подсознательно все равно стараюсь примерить ее на этот момент. Ну, блин, как я это сделаю, я не знаю. У меня была дача 20 квадратов, ой, 20 соток, да? Здесь вот пять соток, и такие ценники тоже не очень. Пять соток что найти надо? Да, да. Еще охота, чтобы… Не охота, а, как я считаю, должно быть именно газ в доме. Ну, по моему мнению, да, там, водопровод центральный. Ну, опять-таки это хотелки. Надо смотреть, как бы искать. Но я точно знаю, что, например, если денег нет, лучше голову никому не греть. У меня же тогда были, но потом я купил другие, как бы, объекты недвижимости, потому что мы не нашли то, что мы хотели. Где-то какой-то нюанс был, который нас останавливал. Ну, я тебе, ты правильно сказал, да, вот лучше обращаться к профессионалу. Поэтому я к тебе… Слушай, ну, у тебя вроде бюджет был довольно-таки неплохой. Все думают, что за 20 миллионов они здесь здесь купят дворец, правильно? «Предел 20» же смотрели? 20-25, да. Да. Но ты же понимаешь, что в пределах этой суммы просто дно. Да. Потому что я себе и не выбрал же. Да. Ты же понимаешь, что дома более-менее что-то хорошее начинается от 45, наверное, 50. Ну, реально. Полностью согласен. И люди, которые там насмотрятся объявления на авито там за 16 миллионов, там на ручей видный там по 12 соток земли, там, ну, сам понимаешь, тебе тоже такие ссылки, наверное, скидывают каждый день. Да. Когда с тобой дистанционно клиент пытается выйти на сделку и так далее. Есть же такое? Ну, тут, видишь, тут вопросы, наверное, к нашим непорядочным коллегам, да, которые вот эти объявления все вешают и поступают. Бывает, знаешь, вот в бочке меда ложка дегтя, а здесь, если брать, здесь не ложка, здесь пару черпаков дегтя в бочку меда, и поэтому приходится как-то их объяснять. Вот смотри, какая строганная женщина. Вообще жесть. Вот. Поэтому приходится объяснить. Мне приснется. И теперь скажи, вот наша работа лёгкая? Да нет, конечно. Когда ты вот человеку всё объясняешь, он говорит, да вы что мне говорите, вот тут на авито у меня, а вы мне тут за такие цены, ты ему начинаешь объяснять, сколько ты раз звонков дел по объявлениям. Сейчас же они стали умнее, они либо трубку не берут, а потом с другого номера перезванивают. Раньше на них ведь ещё можно было их разговорить, а сейчас нет. Сейчас они всё постоянно-постоянно меняются, и уже не поймать его. И потом начинается, вот сколько я раз клиенту несколько раз звонил прям при нём, я говорю, есть два варианта, я не оракул. Первый трубку не подымет, второй скажет, мы вам перезвоним. Слушай, я пионера так не видел, кстати, прикольно, смотрятся современные даже пионеры. Планировка не очень. Там больших квартир нет классных каких-нибудь? Больших не знаю, там коллега у меня. Потому что если я смотрел 44 квартира, там конченная квартира. Одна комната. Да это просто жесть. Вот хотелось побольше чего-нибудь такое. Ну, слушай, прикольно, там вид классный открывается, да, и центр, да, самый? Ну, он всё равно уже такой старовался. Ну да, но всё равно пионер прикольный. У Воровского 41. У Воровского 41. Не то, блин, тоже по планировкам не то. И это постоянно зато заезд, и там тоже с машинами тяжело, с парковкой это жесть. Нет, выбираем между Воровского... Нет, Воровского 41 я вроде всегда хотелось и кололось. Но это, блин, это другой бюджет, это не то немножко. Воровского 41, это Воровского 41, это парь Горикова, это Виктория. Примерно одна весовая категория и всё. Ну, что-то хочется, знаешь, как бы... Я всё равно, как бы, если бы прям гардинально менять, я всё равно хотел бы себе красную площадь. Именно квартира 150 квадратных метров, которая с видом на Архангела Михаила, именно тот стояк, вот, который, третья квартира, который сам... Вот мне он нравится, да, классно. Но там есть моменты, которые мне не нравятся. Вот эти вот рефрижераторы, которые работают, как робот-терминатор, вот эти вот... Вот это отопление вот это гудящее, вот это меня напрягает. Был в этой красной площади? Был. Вот эти вот херовины, которые стоят вот эти вот. Да мне там, вот, я не знаю, мне планировка тоже там не нравится. Не, ну, вот эти 150 классные. Большие площади, да? Я только 150 рассматриваю. Я не рассматриваю 98, который там и 93, а именно 150. Вот 150 – это именно тот, который на морской вокзал. Ну, вот у тебя будет ребёнок. Где твоя супруга будет гулять? Там есть двор? Ну, я считаю, что там можно спуститься вниз и лучше вдоль моря гулять. Ну, вот я из-за этого прицела. Ну, а просто когда выйти во двор. Там двора нет. Никакого. Ну, вот здесь, понимаешь, вот Воровского 41 тоже двора нет. Ну, ты пришёл через улицу и попал на Навагинскую. Правильно? Этот двор нахрен не нужен на Воровского 41. Согласен уже со мной? Я с тобой согласен. Сколько людей, столько и мнений. И надо вот, если человеку это нравится, надо обязательно ему показать, сходить. Место расположения – бомба. Я с тобой согласен. И всё. Места общего пользования не доделаны до сих пор. Угу. Цена – в долларах. Ну, это разве нормально? Ну, да. Цена – в долларах. Ну, и чего? Вы ещё продавали в Гувей Сегдинарах или ещё? В Тенге продавайте тоже. Поэтому я вот не могу однозначно… Мне вот он вообще… Я рассматривал «Аврору» ещё, когда там была квартира, я не знаю, пентхаус, где отдельный лифт должен был подниматься на площадку, и пентхаус там продавался. Хорошие тоже приехали посмотреть. А лифта нету. Как нету? То есть вот этот лифт, который идёт именно туда, на пентхаус, там нету лифта этого. Ага. Ну, за свой счёт надо поставить. Забыли, да? Этого вообще не поставили. Вот кто будет пентхаус брать, тот и себе лифт поставит. Представь. Железная лавика. Да. Тоже двора вообще никакого нет. Проблема с парковками совсем. Как бы не было там же «Косокол». Да, дорогая она, но хотя бы есть возможность. Вот я как бы там тоже клиенту своему знакомому продал квартиру, он купил себе две парковки. И прямо в качестве благодарности вот сейчас одну мне сдаёт. Все довольны. Я довольна. Он доволен. Он сколько объездил, сколько там. А он сам живёт там или нет? Да. У него там несколько квартир. Да ладно. Да. И постоянно вот что-нибудь там. Кстати, вот по последней ситуации звонит мне. Что там случилось? Отзывают. Которые это… Ну, «Цокола» уже нет в этом спеце. Нет, «Цокола» нет. Он говорит. Я говорю, ты что переживаешь? Вот то, что я тебе продал, ты можешь не переживать. У тебя все объекты железобетонные. Потому что твой запрос был такой. Мне надо вот чтобы железобетонное было. Чтобы никаких… Чтобы по акту ввода в эксплуатацию. Ну, всё как положено. Я ему всё такое продавал. Да, оно дороже было. Но для него тогда этот вопрос как бы не стоял. Он сказал, мне надо вот так. Всё. Я говорю, поэтому ты не переживай. А у него друг купил в «Морской симфонии» и прям сильно переживает. Пусть переживает. Ничего страшного там нет. Переживать полезно. Ты когда переживаешь, что тебя рождаются новые мысли. А хоть успокойся всё равно. Ну, успокойся – это надо брать то, что… Я всегда, знаешь, как бы людям говорю. Вот когда есть готовость данного объекта за эти же деньги. Зачем дёргаться? Зачем влазить в стройку или ещё что-нибудь? Я вот просто иногда некоторых не понимаю. Вот, например, вот тоже вот. Я вот смотрю, например. И когда вот люди ко мне обращаются. Там, Сочи пар, кислород, там, по 390, по 400. Я говорю, ну, ребят, ну возьмите вот Гранд Пар, который вот действительно ещё дешевле, больше площадь и так далее. Не страдайте вы хернёй, как говорится. Ну, люди не всегда понимают. Понимаешь, как бы. А потом получается. То там выехать не могут, там, сельд сходит, то ещё что-нибудь. Там уже сколько казусов было. То там двери все... Слышал, да, про двери? Нет. В Сочи парке, там, в одном доме. Все двери выстрелил, там, в подвал весь этот. Мне там в телеграмме пацаны прислали, риэлторы. Угу. Показали там. Все двери просто переломал. То ли усадку дал, то ли ещё что-нибудь дал. И они такие хитрожопые показывают другие дома. А этот дом пока быстренько наделают, не показывают. Это какой дом? Ну, вот, который, получается, где парковка, чуть-чуть выше парковка, которая вот крайняя. В телеграмме где-то я тебе скину, где-то там. Прямо видео такое там. Прямо подвал, там, этих дверей, как у Дарка-Махмарки. Там двери-то хорошие были. Да. Ну, и все... Всех повыдавливал. Потому что, блин, ты прекрасно понимаешь, что... Есть всё равно. Мы всё равно радуемся, когда дома быстро строятся. Но это не есть хорошо. Есть определённые нормы, да. Что нормально считается заливать полтора этажа в месяц. А когда там три этажа, ну, понятно, что там уже должен как-то... Ну, в конце концов. Ну, знаешь, да, эти все моменты. То же самое с ремонтом. Мне ремонт сделали за полтора месяца. А потом, хоп, Максим, а можешь сделать телефон Вячеслава? Я говорю, что... Ну, значит, отбой стали отклеиваться. Оказывается, стены нихера не просушили. И что-нибудь получается? И плесень, и грибок все с ним. Правильно же? Да. Бывает же такое? Бывает. Часто. Конечно. Потому что есть определённые алгоритмы. Есть определённые моменты, которые надо выдерживать. Ты у нас... В какое сейчас тебе место нужно доехать? До какого места? До этого... До вокзала. Железнодорожного? Автокзал? Да, до автовокзала. Давай сейчас отправим. Вздек. Документы, кстати, клиента забрать. Ну да, давай. Ну, я тоже вижу. Вздеке валяется тоже целая куча клиентов. Слушай, ну вот... А вот жене не скучно здесь? Максим, прям вопросом ты меня в тупик стоишь. Как здесь может быть скучно? Ты мне объясни. Ну, она гуляет, когда-нибудь ходит, там, не знаю, там, ещё что-нибудь там. Она не только ходит, она меня ещё к этому привлекает. Угу. Вот сейчас она ходит на йогу в гамаках. Жесть. Да. А она занимается с ребёнком. Ну, то есть ребёнок идёт на какой-то этот, она с ним идёт. Вечером мы прогуливаемся по новой неделе. Не знаю, как здесь может быть отцам. Ты... Вот в нормальной семье муж должен обеспечивать жену. Моё мнение. Я не говорю, что так у всех должно быть. Но это моё мнение, да. А супруга должна заниматься именно воспитанием детей, самообразованием пусть. Как-то... Не знаю, мотивировать нас на совершение каких-то подвигов, да. Вот, мне кажется, вот так вот должно быть. Угу. Поэтому нет, мне не скучно. А она довольна. Ты чё? Я тут как-то по работе, мне надо было в Кемерово поехать. Так она тысячу причин придумала, чтобы я не ехал и сказала, прям, задачу мне поставила. Давай всё удалённо. Я не верил, что я смог. Ну, всё сделал. Удалённо. Значит, с детским садом проблем не было, со школой проблем не было, с секциями есть? Подожди, я так не говорил. Я не говорил, что проблем не было. Я сказал, что... Все решаемы, да? Конечно. Ну, как в любом городе. Как в любом городе. Да, с хлебом и солью меня никто нигде не встречал. Но то, что их можно решить, это однозначно. Можно их решить, как говорится, по закону без денег, это однозначно. Конечно, если ты этого не хочешь решать, наверное, да, можно там зайти, котлетку, как говорится, бросить, да, и пинком нам дверь открыть. Нет, ну, все они решаемы и на законных основах. Жизнь где дороже, в Кемерово или в Сочи? Жизнь, она, наверное, одинакова, но соблазнов больше, конечно, в Сочи. Это однозначно, потому что, ну, не секрет для тебя, да, какая здесь кухня. До сих пор во многих местах бываю и люблю покушать, почревоугудить даже бы, так сказал. Мне очень нравится кавказская кухня, а здесь есть большое разнообразие. Любимый ресторан здесь? Ну, не знаю, их много. Мне нравится Мамайкали. Блин, что-то мне, мне после времени именно поедет сыроварня, просто. Ну, сыроварня, да, согласен, просто в восторге. Такая еда. Согласен. Мамайкали просто может пойти, как для романтика, но вот именно если хочется поесть, прям действительно поесть с удовольствием, не просто там набить желудок, а вот именно вкус еды ощутить и так далее, то, конечно же я сейчас, ну, однозначно в моем топе первое место занимает это, конечно же. Ну, на Орджоникидзе, да? Да, да. Топчик, да? Ну, очень хороший. Слушай, тогда еще такое, любимое место в Сочи, куда ты любишь возвращаться, куда ты можешь с ребенком все-таки поехать и вот куда ты можешь и раз поехать, и второй раз, и третий раз. Вот на данный момент, например, да, ты знаешь, да, я вчера был, отдыхал в Салахауле. Угу. Очень было хорошо, потому что я туда ездил еще, ну, с родителями и с тещей, да, нам очень там понравилось. Беседку брали? Где? В Салахауле, на Турбазе, или просто в Салахауле? В Салахауле, где парк у них, где чайные танки. А на Турбазе не поехали? Нет, нет, нет. Большой бассейн такой огромный? Нет, нет, мы утром приехали, мы хотели по скалодрому полазить, да, хотели показать дочке чайные плантации, вот, более такой познавательная, наверное, у нас была прогулка, чем отдыхательная. Вот, ну, Навагинская мне нравится прогуливаться, ну, когда туристов много, конечно, тяжеловаться. Набережная однозначно, а для дочки, наверное, Сочи парк. Как бы там ни было, мы туда частенько ездим, сейчас собираемся брать этот, как его, абонемент. Угу. Твоя прохлада от речки. Здесь очень много есть. А летом ты бываешь на Краснополяне? Раза три раза в летний период. Как бы я не хотел, я всегда туда еду. Всегда. Вот прям как зарок. Вот зимой, зимой в этом году я был всего один раз. Грешен. Как два раза и все. Вот. Реально плохо. Это грешен, грешен. Сезон в этом году был не очень с этим снегом. Он был поздний. Потом еще что-то. Потом ты уехал, меня не позвал. Ну, как обычно это бывает, да? Бывает такое, да. А так вот летом мы были особенно на водопады ходили. Стараемся в разные как бы пойти. Один раз были с ребенком и два раза с супругой. Угу. Были. Краснополяна, то что это очень хорошо, что там есть где погулять. Нравится нам. Так что место вот сказать какое-то одно, ну, скажешь, например, Парк Ривьера и что. Да ты в Парк Ривьера был в том году, это был один Парк Ривьера. В этом году ты видел какие там розы сделали? Слушай, а почему ты не осмотрел независимость в Адлере? Почему ты в Адлере не захотел? Ты же в Адлере до этого отдыхал. Почему? Да, да. Я тебе объясню. Понимаешь, Адлер хороший город. Сириус хороший город. Просторы большие, дороги широкие. Есть места с парковками, да. Зелени мало. Для меня это очень такой фактор, который влияет. Я хочу зелень. Ну, даже центр Сочи сравни, где ты в Адлере такую зелень найдешь. Да нигде. Да, он, наверное, как-то там на спорте, на велосипедах может есть широкие дороги, но зелени мало. Это вот объективно. Да, может быть, когда-то там через четыре года будет город-сад. Возможно. Но, по крайней мере, для меня сейчас самое лучшее, где соотношение и работы, и экологии, и удобства, это центральная Сочи. Испокон веков люди тянулись в центр. И я, наверное, вот здесь не исключение. Да, только вот в Москве, когда стараются за город уехать, чтобы там была зелень и тому подобное, а здесь все наоборот. Чем ближе к центру Сочи, тем больше зелени, правильно? Угу. С этим тоже понятно. Теперь скажи, пожалуйста, как часто ты здесь купаешься? Купаюсь минимум раз в неделю. Но это связано не с тем, что я там такой купальщик или не купальщик, да? Это связано с тем, что у меня дочка маленькая, да? А для нее купание – это прежде всего здоровье. И вот как бы там ни было, тяжело на работе или еще как-то, в воскресенье однозначно утром мы едем на пляж. Это ну минимум. А так два раза в неделю, потому что по утрам, частенько если рано встаем, а такое бывает, то ходим на пляж. А ты спортом пробуешь заниматься? Куда-нибудь записался, какую-нибудь секцию или еще что-нибудь? Конечно. Куда ходишь? Ну, я занимаюсь сам. Первое – я хожу на… тоже на гамаки, здоровая спина. Угу. Затем я занимаюсь физической нагрузкой – это во дворе. Угу. И бегаю. Сказать, где-то я там по набережной? Нет, я, наверное, не фанат. А так вот маленько, чтобы, как говорится, кружку пива держать, то это дома занимаюсь. Ага. Во дворе ты живи у нас там, как и спортивная площадка. Да, конечно. Там и пробежаться можно, и вот заняться какими-то такими не фанатичными, а чисто там подтянуться, что-то на пресик поработать. А почему можно сейчас купить в Соколе квартиру, к примеру, большую, 8,8 метров? Это та считает, потому что я считаю, это семейный жилой комплекс, там маленькие квартиры, нет смысла брать. А почему можно купить? От 43. От 43? Да. А это все-таки даже продано, не знаешь, не смотрел? Нет, я не смотрел. Значит, тоже у меня там запросы есть. Ну, начиная от 43. И верхняя граница, я тебе не могу сказать. Она меняется. В основном есть и 55, блин, да есть. Есть и 60. И 60 даже есть, да. 60 есть. Да, блин. Что, на парковку так не решилось купить себе парковку? Ну, я ее не купил не из-за того, что, например, не имел финансовой возможности, а из-за того, что, ну, чисто экономически давай посчитаем, да. Вот у тебя, к примеру, есть 4 миллиона 300 тысяч. И есть возможность купить парковку. Парковку я сейчас снимаю, ну, благодаря тому, что я хорошее сделал покупку для своего клиента, я ее снимаю за 10 тысяч. Это считается очень дешево, таких цен нету, да. Вот за год, грубо говоря, да, я потрачу 120 тысяч на парковку. А 4 миллиона 300 тысяч я могу крутануть за год и получить, ну, как мы считали с тобой, да, ну, процентов 30. Ага. Это сколько будет? Ну, да, это нормально. И вот, исходя из этого, из экономических составляющих, я и не купил парковку. Только из-за этого и все. Слушай, а не проще было квартиру снимать в такую? Проще. А тебе проворачивать? Однозначно было бы проще. Но дело в том, что семья состоит из двух половинок. Мужчины и женщины. Для женщины дом, очаг, это является одним из самых главных факторов семейной жизни. И для нее это важно. Для мужчины, может быть, это не важно, а для женщины это очень важно. И поэтому она вот прям сильно захотела, что мы приобрели собственность. А так, конечно, проще. Не все, видишь, вот парковка это моя вотчина. Это моя зона ответственности принятия решения. Квартира это совместная. Поэтому мы здесь поступили так, если брать экономически, наверное, невыгодно, да, и поступили так, где экономически выгодно. Потому что машина, парковка, ну, согласись, это все-таки наша зона ответственности мужская, если мы ездим на этом, правильно? Женщину сильно не должно волновать, куда там поедет машина, где она будет храниться. Слушай, а вот здесь у тебя вот в своем преклонном возрасте, ну, то есть реально приклонный возраст, у тебя какие-то друзья, знакомые появились или не появились? Конечно. Ты не скучаешь там по друзьям, которые остались там в Кемерово и так далее? Ну, я, например, могу сказать, у меня здесь друзей сейчас гораздо больше и гораздо открытий, честнее, как бы, и знаешь, чем даже в Орске. Ну, я говорю как есть, вот говорю правду. А у тебя вот как вот с этим? Вот смотри, ну, у меня друзей, да, действительно, здесь тоже больше появилось. Здесь друзья очень хорошо проявляются, они проходят проверку деньгами. Ага. Здесь есть многие люди, которые ты считал, например, за друзей, они не прошли вот эту проверку деньгами, то есть, да, их золото сгубило. Ну, не мне тебе говорить, да? Ты опять про Диму вспомнил? Ну, я не буду никаких имен говорить, ничего это. Дима, если ты смотришь этот выпуск, я знаю, что ты будешь подглядывать. Слушай, ну, верни ты, пожалуйста, док, два миллиона, а нет, два с половиной. Два с половиной это не такие большие деньги, за чего можно было взять и поставить крест на дружбе. Два с половиной. Ты знаешь, что у тебя там своя правда, но ты знаешь, что два с половиной миллиона мне торчишь. Вот скажу тебе по-орски, да, торчишь. И, как бы, здесь дело, ну, просто просрать дружбу, просрать все, что ты, то, что я тебе дал в Сочи, я тебе дал, я считаю, что это маленькая цена. Я думаю, дружбу можно продать, ну, не знаю, за миллионов пятьдесят, может быть, ну, может за сто миллионов. Хотя бы я бы даже и за, там, и за 200 миллионов не продал. Ну, ты, я знаю, что ты посмотришь, у тебя своя правда, я понимаю, что там каждый всегда мастер спорта по отмазкам. Ну, ты отдай два с половиной миллиона рублей. Но я сразу скажу, после этого мы все равно, чтобы как раньше общаться не будем. Ты просто отдашь долг и будешь жить чисто, спокойно, совестью. Извини, я не мог это не сказать, понимаешь? Я знаю, что он будет смотреть. Знаю. Я знаю, что он будет смотреть. Знаю. Вот, вернемся, да, к нашему разговору по поводу дружбы, да. Вот у меня сейчас друзей я не скажу, что там их много, потому что дружба – это понятие же круглосуточное. Вот, например, ты мне, если ночью позвонишь, да, я считаю тебя своим другом. Прав ты будешь, неправ. Любой вопрос, который в моих силах будет, я все сделаю для того, чтобы его решить. Однозначно вот под камеру это скажу. Так оно есть. Есть еще один, да, у меня друг, это… Мишка. Да, Мишка. Миша Куленко, да. Он хорош, порядочный парень, нормально. В любое время. Он тоже, да, есть у него свои какие-то жизненные позиции, не всегда, наверное, совпадающими со многими людьми, но никто его никогда не обвинял, там, в крысятничестве, там, в родстве или еще что-то, да. Если ему что-то не нравится, он открыто в глаза это говорит. Да, если что-то он считает так, он это говорит. Ты, Сереж, поздравил с днем рождения? М? Брату моего поздравил с днем рождения? Нет. У него сегодня день рождения. Да ты что? А он такой, но он никак в жизни не скажет. Он должен подумать, что надо проставляться же. А он что? А он же негласный брат Миши. А они скажут, ну блин, Миша тоже себя про днем рождения промолчит скажет. Ну так скажет, беспалево это. Не, ну я все равно поздравлю, конечно, сейчас на камеру это делать не буду. Это как-то нехорошо. Днем рождения, 35 лет сегодня ему. Самый молодой. 35 лет? Да, 88 года. А выглядит на 40. Ну он хорошо, он живет, получает жизнеудовольствие. Не, серьезно, днем рождения сегодня у него. Вот так вот. Вот, брат у тебя тоже хороший. Да, я тоже считаю нормальным. Во всяком случае, не подлый, ничего от него. Нож в спину никак в жизни не получишь. Никогда. Да, это самое важное качество, что ты от него в спину, ну в спину. Мы у нас тоже с ним здесь приезжал, мы с ним срались немножко. Там то, что там, когда у него там не пошло в компании, там я был виноват. Плюс еще. Но все равно, потом в раз, и все-таки мы с ним нормально общий язык. В семье как? Ну ты мне скажи, где в семье есть, например, все гладко и ровно. Ну не бывает. Бывает и такое, и такое. Главное, чтобы семья не распадалась, да, и конфликты все решали. У тебя эти почты где-то? А вот сейчас прям туда заедешь. Туда? Ну конечно, покажи. Просто здесь домашние разные. Поехали, покажу. Да. Поехали. Здесь у тебя друзья появились, да? Конечно. Даже больше, чем там, это однозначно. Да. Многие, конечно, появлялись и потом пропадали. Потому что, ну, город Сочи, это такой, понимаешь, много соблазнов, да? Ты вот правильно сказал, Красная Поляна, там, покушать рестораны, съездить там на море, например, да? Сходить там, например, на концерт. На все это нужны деньги, да? И многие люди, приезжая сюда, начинают с этим полностью там занимать где-то деньги, да? Пользоваться всеми этими благами. А потом смотрят, не вытягивают. И они начинают возвращаться, да? Считают, что, ну, блин, здесь климат плохой. Там еще что-то придумают. Работы там нету. Да, однозначно. И те люди, которые сюда особо это, ну, здесь это, здесь всю дорогу понятно, как можно Сочи променять. Нормальный здесь климат, офигенный климат. Возможности для заработка есть. Есть, в конце концов, куда можно эти деньги потратить, в конце концов. Есть, куда сходить. Ну, это уже такие тупые отмазки. И это все. Если у тебя есть стержень, есть стержень, я сюда приехал, ну, ты представь, да? С семьей, еще теща с собой тоже была, приехали сюда. Меня здесь с хлебом, солью никто, ну, кроме тебя, конечно, не встретил, да? И все, рукава засучил, начал работать, и все нормально, все получилось. Слушай, а вот у тебя вот мама, теща, они ходят купаться? Конечно. Ходят, гуляют или сейчас? Ну, серьезно, да? Серьезно. Да. Маме программу установил количество шагов. У меня тоже, моя мама тоже количество шагов. Да. Каждый раз мама скидывает меня, контролируя. Потому что движение – это жизнь. Теща у меня мало, как бы, ходит. Она, ну, полуночница, а мама у меня – жаворонок. Та сова – это жаворонок. И у них маленько не совпадает вот это по поводу ходить. Но все равно вот летом они потихоньку, потихоньку, потихоньку они двигаются в сторону моря. Когда мы ездим, например, куда-то, ну, такие, как вчера вот в Солхаул, да, мы всегда их берем с собой, вывозим, потому что, ну, в горы, когда ты приезжаешь, под тобой облака, как это визуально прям очень так влияет в положительную сторону на самочувствие наших родителей. – Я понял. А как получилось, что в Кемерово, где все целуют значок «Тойота» и молятся на эту, как получилось так, что приехал на «Фольксвагене» на Туареге? – Ну, насчет этого я как бы не в курсе, что там все молятся на значок «Тойота». – Есть такие люди, ну, да, но не все. – Да? – Да. – Слушай, я знаю, что ты взял, пересел на китайца. Как тебе китайца, как тебе дал, у тебя Тугела, если не ошибаюсь, да, седьмая, да? – Да, да, да. – Она не седьмая, она одна только. – А, Тугела, да. – Да, да, наверное, с X7, которая у дочери, да, которая как этот… непонятно как. – У меня машина начала… ну, как начала? Машина у меня была с 2013 года. Туарег, в одних руках. Вот. Была приобретена с автосалона. – Да, 250 тысяч пробегов. У меня начала она масло подъедать. Я приехал на СТО спросить, сколько будет ремонт. Они посмотрели, я говорю, сделайте мне вот, чтобы… я еще там пять лет вообще не заглядывал. Они мне посчитали, у меня рулевая рейка в сборе. Я не знаю, я не специалист великий, правда это или не правда. Они мне посчитали, 200 тысяч обойдется полностью рулевая рейка с работой. И плюс ремонт двигателя обойдется где-то в размере 250 тысяч. Это минимальный расход, который они посчитали. Потому что двигатель, они не могут точно сказать, пока не вскроют его. Машина моя стоит от миллион 400 до миллион 700 на вторичном рынке. Если я вот этот весь ремонт сделаю, она мне в цене не поднимется. – А, да, в цене не поднимется, да. – И тут вот мой друг Михаил Куленко, я себе хотел другую машину купить, он меня угорел, поехали на тест-драйв поедем. Я проехался, ну думаю, блин, а предрассудки то есть в голове, что это китайцы, что это ломается. Потом узнал, что там пять лет гарантии, 150 тысяч пробега, СТО здесь есть, ну официальный представитель, да. гарантия распространяется. – Как? – Прямо? – Ну вот сейчас прямо, где вот главная дорога, знак нам направо. – Ага. – И я решил попробовать. И скажу так, я приятно удивлен, вот просто приятно. Во-первых, по приемистости она лучше, по расходу она меньше, по маневренности в дороге, да, вообще нету никаких сравнений с этим машинами, поэтому я очень приятно удивлен. – Ага. – То вот у меня ТО, например, стоило, да, на Тауреке, ну в районе 25-30 тысяч. Это где только масло поменять, сюда направо. – У тебя какой двигатель? – Здесь 2 литра, а на Тауреке был 3,6. – 238, да? – 238. – Едет нормально, да? – Пуля, не нормально, а пуля, по сравнению с Тауреком она гораздо это… приезжай, приезжай. – Ага. – Дздек! – Вон там припаркуешься. – Значит, где? – А, вот там. – Вот там. – Ага. – Если кто подойдет, скажешь, ты меня привез. – Ага. – Ага. – Ну, я думаю, сейчас пока развернешься. – Ну, давай, сделай паузу, я домой отвезу. – Отлично. – Давай, домой отвезу. – Спасибо. – Давай, подожди. – Ну, вот, пускай, пускай. – Ну, что, наверное, сделаем паузу. – Ну, что, все, я понял, небольшая пауза такая. – И скажи, тебе Тугела, в принципе, полностью все устраивает, да? – Ну, понимаешь, мне есть чем сравнить. Я сравниваю с Тауреком, это не самая такая плохая машина, согласись. И я говорю, сто процентов, сто процентов, что она лучше, чем Таурек, по любым своим показателям. Ну, да, может быть, вот сюда подъезжай, вот сюда-сюда, прям-прям-прям. Все, сейчас дай-ка я ему ручкой махну. – Ага. – Ну, вот, только, естественно, имени, да, вот, Volkswagen, что-то там еще можно сказать, но, говорю, вот. Тугела прям вообще рулит, рулит. – У тебя топовый, да, у нас? – Да. – Ты взял прям максимальную комплектацию? – Максимальную. – Не стал дешевить, не стал дешевле брать, ничего. Потому что Миша взял бы самую нищую комплектацию. Я знаю его мышление. – Дело видишь, в чем у Миши трое. – Куруиз не нужен, это не нужно, это все баловство. – Нет. – Он бы так сказал бы. – Понимаешь, вот мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешевые вещи японцы, да, говорили, не зря, да, я стараюсь, ну, если есть, например, финансовая возможность, да, я беру вот на то, что мне, например, не жалко деньги потратить. Вот на Тугелу мне поначалу как-то, ну, понимаешь, за китайц 4 миллиона как-то, да, ну, 3 миллиона 750 тысяч она стоит, обошлась мне. Как-то мне сперва это маленько жалковато было, да. Ну, буквально там прошло полгода и ты прекрасно понимаешь, что, ну, она стоит этих денег, однозначно могу сказать. – Угу. – Не знаю, у меня у дочки есть китаец, уже там, сколько год, 30 тысяч или 35 тысяч про век, она довольна, вот, хавал все семьи, которые… Ну, тоже примерно так же, там, без скидок 3,5 миллиона рублей стоила, купил я, может быть, ее за 3200, может быть, за 3300. У тебя примерно так… А, нет, здесь, наверное, дороже, а по 4 выходит, да, или нет? – Она стоит 4 миллиона, а мне обошлась, потому что я там трэд-ин сделал, я же ее еще взял, я же ее взял в кредит. – А-а. – Почему ты говоришь, сейчас скажут, что мы два нищеброда кончика? – Нет, не поэтому. Дело в том, что я хотел купить за наличный расчет, но так как у меня есть друг, который все считает и рассчитывает, он говорит, не бери. Я говорю, почему? Он говорит, дело в том, что у них сейчас есть специальная сейчас акция, что ты можешь, например, 50% нести, а 50% сделать в рассрочку. Я говорю, да зачем мне это надо? Он говорит, а эти деньги, которые ты в рассрочку возьмешь, ты положи их на счет, и на них будут тикать деньги. И туда-сюда их все рассказал, я думаю, ну, елки-палки, ну, как-то это вот охота так попробовать. – Я тоже, понимаешь, я взял это, поправиться, машина стоила 12 миллионов, но благодаря тому, что трэд-ин сделали скидку, и благодаря тому, что брал кредит, мне она обошлась, получается, в 9600. Понимаешь? А если я просто, ну, например, машину бы не отдал бы, они мне максимум делали скидку 500 тысяч. Я поэтому все посчитал, меня устроило, что… Ну, так же у тебя примерно, да? – Да, мне тоже все устроило, я свою машину отдал, по-моему, 500 тысяч сверху и на новенькой машине уехал. Ну, естественно, тоже там каска сделал. – На всякий случай, да? – Ну, я всегда на новую машину делаю каской. – Угу. – Мне все равно кажется, это какое-то спокойствие. Вот какой-нибудь, знаешь… – Вот такой, да? – Да, такой, ну, такой – это еще ладно, а если, например, там, знаешь, с гор спустился, который… – Что он делает это? – У которого вообще взять нечего, и что ты с ним делать потом будешь? – Ну, да, в принципе, таких много. Слушай, в Абхазии было или нет? – Был, конечно. – Ну, и как тебе Абхазия в целом? – Ну, природа хорошая, скажем так. – Ну, природа, понятно, что хорошая. А так, в целом, чувствуешь себя безопасность или не чувствуешь? – Нет, конечно, нет, нет. – Ну, тут нельзя винить, например, местное население, да? Ну, ты представь, они тебя воспринимают как мешок с деньгами. Другого нет. Если ты еще будешь себя вести, как иногда ведут москвичи себя, да? Вот не знаю, почему это было связано с этим, которое такое неуважительное отношение к ним проявляет. Ну, представь, например, нам, чтобы поехать в Абхазию, да, ну, надо, наверное, на день в районе, там, 10-15 20-ти тысяч, так? – Угу. – Чтобы покушать нормально. – Да-да-да, не меньше. – А у них это может составлять месячная зарплата. – Понятно. – И ты представляешь, ты приезжаешь, да, вот у него это месячная зарплата, он видит, как ты ее да притрач. Естественно, у него внутри что-то, я так предполагаю, какие-то негативные эмоции появляются. И иногда они эти негативные эмоции проявляют, особенно когда, там, может быть, выпив чачи или еще что-нибудь. И это все вылазит. Я там себя в безопасности не чувствую. – Ага. – Хотя природа, говорю, хорошая. – Я, кстати, в этом году не был там, если честно. – Я тоже в этом году не был. – Знаешь, особого желания почему-то и не было пока, если честно. – А что там может быть, то, что у нас здесь нет? Скажи. – Ну, да, согласен, 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 согласен. – Угу. – Хотя я вот, скорее всего, наверное, в августе поеду туда. Но поеду не я туда, у тещи есть мысль «Х» в каком-то там покупателе. Но, видишь, наш любимый Дага – мыс. – Угу. – Вот этому, да, смысл было всех подъезжать, все равно он остался так же, как и мы, да. Вот я не понимаю, смысл было это все делать. Правда, это уже другая. Нет желания мотоцикла себе купить на мотоцикле рассекать? – А я же… у меня был мотоцикл. Я в аварию попал. – А-а-а. – И после этого прямо у нас дома такое… – Что, говорю, прикольное колесо как-то кричится в одном месте только, смотри. – И дома прям серьезный разговор состоялся, и теперь мотоцикл – это не мое. Трезвый был, все, вот в ямку попал. В Кемерово? – Да. На проселочной дороге в ямку попал. – И все, и было жестко? – Да. Ну, как жестко, нормально. Я домой пришел весь, одежда вся порвана, ну, в своих ногах. – Минск? – Нет. У меня был этот… Харлей. – Да ладно. – Да. – А как на большом Харлей можно попасть в это, ну, не так? Он уже, мне кажется, прорваться вот все равно, я-то не понимаю, да, вот этот… или у него просто по приколу такой, как можно больше нарушений, может челлендж сделать больше нарушений? – Я думаю, скорее всего, показать, что он может себе позволить вот так вот и ездить, да? – Ага. – Что правила ему не писаны. Многие люди хотят показаться, ну, такие… – Крутые, что там все… – Да. – Что я вот такой… – Они же и паркуются, да, да. Места заводового есть парковочные, поперек поставить, просто… – Да, да. – Есть, да, такие… – Ясно. Значит, скажешь, с мотоциклом у тебя все. Ты мотоцикл продал, а все, да? – Конечно. – Слушай, но мотоцикл тоже недешевый, да, удовольствие, хороший мотоцикл, да? – Нет, хороший – это очень дорогой. У меня-то был… Прямо я бы не сказал, что там… У меня не классический Харлей был. – А какой? – У меня был Харлей, наверное, который мини-Харлей. Он маленький. Ну, такой же бачок, который вот эти самые черты-то были у них распространены. Он не тяжелый был. – У тебя наша категория А есть, да? – Есть, да. – Учился на правах, как положено. – Да. – Да. – С есть еще. – Ну, это уже… У меня только бы С, а А нету. Это, я думаю, ААА, может быть, ААА. Ну, и опять же в Кемерово это короткий срок, да, там, где можно на цикле покататься, там, ну, три месяца, четыре максимум, да? – Здесь, конечно, в этом отношении по приходу не было. – Даже, наверное, меньше. Там же еще дожди, период дождей. – Ага. – Нет, здесь-то нормально. – Ну, конечно, желание пока не возникало, да? – Нет, у меня сейчас, видишь, очень повышена ответственность, потому что у меня маленький ребенок, и сейчас, например, с тарзанки я прыгать не буду, да, потому что мне надо, прежде всего, воспитывать ребенка. Я сейчас никакие даже экстремальные там виды спорта, там еще что-то, но за исключением, наверное, все-таки сноуборда. – Ага. – И это последняя моя, как говорится, отдушина. Пусть хоть что-то будет у меня из моего хобби. – Ага. – А так все остальное, всякие рискованные, нет. Все-таки я сейчас больше живу для семьи. – Ага. – Для здоровья, для семьи. И ты знаешь, это, блин, это так приятно, когда у тебя есть ребенок, когда ты его любишь. Это ощущение, никогда никто не передаст его. Вот когда он там первые шаги делает, я не знаю, когда первый раз коленку разобьет, бежит тебе, папа, я коленку разбил, а ты начинаешь ее дезинфицировать что-то, дуть. А как зубик первый выпадает. Только может понять тот, у кого был желанный ребенок, и вот он появился. И вот эти каждый момент, когда… – У тебя был желанный? – Очень желанный. Он у меня был, во-первых, поздний, в 44 года. До этого у меня детей вообще не было. – И когда тот появился, это, я не знаю… – Второго не хочешь? – Хочу, жена не хочет. – Есть резервная жена? – Нет, нет, нет. С этим человеком, представь, мы с ней за одной партой сидели. Мы прошли огонь и воду. Это человек, это женщина, это шея, которая, прям, я не знаю, за каждым успешным мужчиной стоит не менее успешная женщина, ради которой мы вот совершаем вот эти все подвиги. Потому что мужчины, по большому счету, по большому счету, по большому количеству мужчин, я не говорю про всех, да, вот там, пришел на диван, посмотрел телевизор и все. А когда его что-то вдохновляет, там, женщина, там, может быть, еще кто-то может сам, вот ты же вот был бы как без женщины, ты вот можешь, а я вот, ну, я вот так, я другой человек. Мне нужен волшебный пендель, наверное, да, какая-то, не знаю, высокая любовь, да, там, какие-то… – Дейл, КамАЗ, ну, просто через… – Сейчас еще будет вклиниваться, уверен, что… Я прям уверен на 100% сейчас еще будет вклиниваться. – Нет, только почему-то у него не абхазские номера, так? – Да, обычно… – Обычно так другие делают. – Все будет просто вклиниваться, всех выдавливать по беспределу. – Угу. – Да? – Да. – Ну, он же КамАЗ. – И все эти были арендованные, в общем, насрать. Ну, люди пропускают, поэтому и получается так. – А вот у тебя два дебила встретились. Один на встречке поставил, другой – это, да, и все верно не знает, что же делать, бедные. – Ну, вот я бы хотел, чтобы мы такими не были бы. – Угу. – Понимаешь? – Угу. – Вот, пожалуйста. Ну, это, ладно, Армения, но по правилам Армения. – А это вот тоже у нас девочка, которая берет и пытается… Тоже непонятно что. Видать, ну, каждый плюет что-нибудь, сигнализация срабатывает. – Я вот всегда, как бы, смотрю, как ты ездишь, и прям я… мне очень приятно смотреть. Ты вот на хорошей машине, да, ты всегда соблюдаешь правила. Ну, в большинстве случаев. Я не говорю, что там, если там одним колесом… – Нет, ну, скоростой режим бывает. Нет, скоростой бывает. На дублер еду, я вот еду… – Ты не создаешь помехи другим людям, вот я про что хочу сказать. – А, ну, это, ну, как бы… – Ты хоть как можешь ездить, но не создавай помехи, другим людям. Скоростной режим, понимаешь, ну, какой русский не любит быстро езды. У меня тоже штраф за скоростной режим есть. Ну, и все. – А что, ты делаешь даже со скоростью 60 январь в – Нет, чуть побольше. – 65 январь едет? – Вот, ты пьяный зеленый попадался? – Да ты что, я вообще… – Да что, это… – Для меня это… – Согласись, вот это какие-то критические нарушения, там две сплошные, там… – Пересечь, выехать, там, на пол… – Вот это… А то, что это скоростное режим, блин, да, это нарушение. – Я, как бы, еду в потоке. Когда, получается, все едут 130, знак 60, а куда деваться? Самая безопасная езда – это в потоке, правильно? – Да. – Как бы, ни быстрее, ни медленнее. Это же правило дорожного движения, написано кровью. Слушай, скажи, пожалуйста, какие дальше цели? Что дальше хочешь-то в этой жизни? – Ты… – Что дальше? Вот есть квартиры, есть дочка, вроде переехал, перевез семью, все, что дальше, вот, что дальше? – Встретить достойно старость. – Ну, не рано ухожу… Это… Ухожу красиво. Не рано еще старость-то встречать? – Нет, конечно. Нет, конечно. Рано. Рано встречать. Ты что? Ну, вот смотри, если я сейчас, ну, грубо говоря, да, могу себе позволить перестать работать, например, да, и жить, грубо говоря, на дивиденды. Ну, я тебе грубо скажу. Если мужчина не будет работать, если мужчина не будет работать, он сразу будет стареть. – Конечно, это я согласен, да. – Если я буду стареть, а моя дочка, вот, растет, разве я могу себе это позволить? – Ну, да. – Конечно, и бежать, как в молодости, как дикая собака Динго, да, там вот такие круги наяривать, 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 и КПД небольшой, это тоже для меня не вариант. – Слушай, давай еще такой вот тупой вопрос. Многие там про пассивный доход прям мечтают и так далее, многие к тебе обращаются, говорят, да нам вон квартиру мы готовы купить вон за 15 миллионов, и сдавать ее за 50, грубо, когда ты им говоришь, что можно заработать другие. Вот почему ты, вот, по идее, ты сейчас мог как минимум себе взять 3-4 квартиры, сделать ремонт, сдавать и получать определенный пассивный доход, и, в принципе, вот 90% местных бы это устроило, этот доход, который там был бы, ну, с четырех квартир тебе падало бы там 200 тысяч, грубо, и все. Почему ты все-таки, ну, пошел по другому пути, почему ты все-таки инвестируешь? Раньше ты доверял инвестициям, ну, мне, по сути, там, да, сейчас ты сам себе уже тоже доверяешь, все тоже. Почему вот нет такого, и почему ты не знаешь ни одного человека из успешных риэлторов или там директоров подобных, кто бы взял бы и купил бы квартиры, у него был бы пассивный доход, и он был бы этим доволен? Вот такие вопросы. – Ну, вот смотри, поэтапно буду отвечать. Первое – я и сейчас готов тебе довериться, в том направлении по инвестициям. Однозначно. Однозначно. Если будет хорошее предложение, прям готов тебе довериться, потому что одна голова хорошо… – А две уродства. – Ну, это в одном теле, если. – Да, да. Вот. По поводу того, что люди хотят получить, вот скажу, что я не идеал, я тоже грешен, но я это прошел. Я прошел это на своем опыте. И возьмем мою любимую прагму, да? Я же ее сдавал. – Да ладно. – Да, я ее год посдавал. – Почем? – 70. – Ну, на секундочку, ребят. Продал за 22. 22 миллиона стоит квартира, и сдавать ее за 70 тысяч. Это из категории бреда. – Да? – Ну, да. Ну, считается это очень шикарно. По меркам Сочи это считается шикарно. Но я ее сдавал 10 месяцев. Получил я 700 тысяч доходов. – Ага. – А если не учитывая, что у меня есть свои ремонтники, у меня есть свои магазины, где я могу купить материалы со скидкой, мне в ремонт пришлось вложить 300 тысяч. – Где же лицов, кстати, устроится? – Там, ну, тебе зачем? – Там есть чем? – Давай я хорошим. – Хорошо. – Там есть поле с травой. – Конопляное? – Нет, нет. – Все, ладно, хорошо. 22 миллиона, и ты принял решение продать, и… – Естественно. Я принял решение продать. И, естественно, эти деньги инвестировал в недвижимость, которую я собираюсь перепродавать. – Угу. – Купил? – Пусть это на этапе будет строительство. Возможно, это будет готовое. Самое главное – здесь цена входа. Цена входа должна быть ниже рынка. Никогда не бывает хорошего объекта, и ты сможешь его купить по цене ниже рынка в два раза. Никогда, не поверю в это. А вот процентов там на 30, в определенных условиях, когда у тебя есть деньги, и ты наличными можешь рассчитаться, такое ты можешь найти. Такие предложения, ну, редко когда дают, дойдут до обывателя, да. А вот мы их можем найти. Мы их можем найти, потому что мы 24 на 7 это все смотрим, мониторим. – Хорошо. А у тебя все-таки есть знакомые люди, вот ты же много уже – да. – Кто действительно взял бы там 3-4 апартамента, сдавал бы и найти жил. – Есть. – А это кто? Не риэлторы? – Нет, нет. Ну, понимаешь, там другое как бы… – Мышление, да? – Мировоззрение. – Да. – Они хотят взять недвижимость, чтобы она была, понимаешь? Они не верят теперь не в доллар. Раньше люди же в доллар верили, молились на него. А сейчас они в доллар не верят. А куда им еще идти? Они хотят как-то эти деньги сохранить. И сохранить ее они, например, не могут в таком темпе, как мы, да, купил-продал, купил-продал, купил-продал. Они купил, в год одна покупка, для них это все, это прям, ну, большое такое действие, которое они потом будут вспоминать несколько дней, понимаешь? И вот они купили несколько объектов, получают они доход, так тебе скажу, где-то в районе 100-150 тысяч, что я считаю очень мало с четырех объектов, понимаешь? Очень мало с четырех объектов. Тем не менее они получают, и они этим довольны, потому что они исходят из того, что, первое, у них есть объект недвижимости, который они могут в случае какого-то фосмажора продать по хорошей цене и вывести деньги, ну, если что-то случится. Вот. А доход ихний, ну, они два пенсионера, получают пенсию. Плюс еще... Нет, к пенсионерам, конечно, можно там... А я тебе говорю про... Ага. А чтобы вот люди были... Чтобы директора агентства недвижимости или еще что-нибудь там задумались про пассивный доход. Нет, нет, нет. Среди таких и нету. Пассивный доход, это, я не знаю... У меня есть, да, такой объект, это вот Адажо, да, например, ты знаешь. Как бы, ну, я его взял не для того, чтобы сдавать. Я его взял по хорошей цене входа и хочу его реализовать хорошо. Ну, пока я его реализовываю, там что-то капает, ну, это, ну, поверь, это хватит на один месяц, наверное, работы. Потому что, ну, если этим заниматься, посуточно кого-то сдавать, всегда будет человеческий фактор. Если ты сам будешь этим заниматься, возьмешь объекты, значит, ты не сможешь реализовывать себя как специалиста именно в недвижимости. Потому что ты полностью будешь этим заниматься. Тебе надо организовать клилинг, встречу, отъезд клиентов. Если это кто-то будет заниматься, значит, он будет... И давай последний вопрос уже. Основной доход все-таки у тебя от продажи объектов и получения за это комиссионного вознаграждения, или все-таки основная, основной доход, это путем перепродажи своих объектов, свои личные инвестиции. Основной доход у тебя какой? И она, значит, свои инвестиции. У меня сейчас тоже, потому что превышает именно свои, которые проворачивают, потому что я смотрю, как бы, ну, вот у меня так тоже. Потому что каким-то хорошим риелтором не был, ты не сможешь там жить ни в соколе, ничего, если ты не будешь сам же в этой теме проворачивать, именно покупать, продавать и так далее, правильно? Конечно. Потому что на одной комиссии, ну, я не знаю такого человека, который бы просто там сам бы никуда не инвестировал, ничего, работал бы риелтором и смог бы что-то там себе купить. Я не знаю, как у этого человека. Только вот путем своей берешь, продаешь и так далее. Именно так, правильно же получается? Потому что, говорю, вот у меня есть, я считал, у меня там, да, да, есть, я зарабатываю там, комиссии есть. Но основной мой доход, с чего вот, и машины вот такие все. Это именно за счет того, что так же, как и, например, почему я первый год не мог? Потому что первые три года я работал там немножко не на то, чтобы какой-то капитал накопить, а потом я уже резко начал приумножать свой капитал и так далее. и так далее. Но изначально, конечно же, просто работал на одном продукте, ну, как бы на одних процентах, я не могу сказать, что там я был богатый. Да не был я, ну, как бы там много особо не заработаешь. Правильно же, по большому счету? Если ты честно работаешь, понимаешь, я же тебе говорил, комиссии, они там не стремятся там до бесконечности. Они всегда ограничены. Когда ты продаешь там ФСЗ-шные стройки, либо объекты, которые действительно достойные. Там комиссии как бы небольшие, и они идут синусонально. Сегодня ты их продал, но завтра ты можешь не продать. Понимаешь? А когда ты купил какой-то объект недвижимости, ты его выставил на продажу, и, продав его, ты можешь получить ну, не плохие там, ну, процентов, а от входа, ну, процентов 25-30 годовых от входа объекта. А если ты, например, 10 миллионов вложил, да, я, к примеру, сейчас говорю, продал и получил 30 процентов. Это 3 миллиона. Чтобы 3 миллиона заработать на продажу, я могу сказать, что некоторые за год не могут такую заработать. Ну, согласишь же, да? Ну, может быть, и зарабатывать на то-то единицы просто. Ну, и не постоянно даже, но все равно ты заработаешь, да, какой-то период. А потом, может, у тебя период вообще не стоит. Но заниматься этим нам надо, понимаешь? Мы не должны держать яйца в одной корзине. Да, конечно, чтобы руку на пульсе надо покупать, продавать и все. Ладно, давай, огромное спасибо. Пойдем зайдем. Сейчас у меня как раз там еще одна встреча виртуальная. Пошли. Да, конечно. Все, ребят, пока. Надеюсь, вам было интересно. Если было интересно, прожимайте жирнейшие лайки, пишите комментарии под видеороликом. Я знаю, что читает, да? Да, да. И пишите, как бы всегда с большим удовольствием ответим на все ваши вопросы. Пока. Спасибо. Поехали. И все. Продолжение следует...